Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем говорить о Михаиле Фанасьче Булгакове. Спасибо всем, благодаря кому мы можем записывать эту лекцию, нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Patreon, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. И, конечно же, спасибо тем, кто сегодня не забудет поставить лайк и сделать репост. Вы нам очень сильно этим поможете. Больше людей увидят лекцию. В 1977 году в театре на Таганке вышел спектакль «Мастер и Маргарита». Для того, чтобы понять, что это было за событие, надо уже сегодня очень много объяснять. Во-первых, то, что Таганка была таким недоступным бастионом культуры, причем культурой оппозиционной. Купить билеты в театр на Таганку было очень трудно. Это была валюта. Когда человек доставал билеты, о, какое счастье! Дарили эти билеты зубным врачам, парикмахерам, чтобы вот их задобрить. А еще к тому же Булгаков – это было что-то недостижимое. К этому моменту Булгаков был уже разрешен более или менее, но он, конечно, только открывался. В течение нескольких десятилетий после смерти Булгакова его как бы не было. От 1940 года его практически не печатали, не переиздавали ничего. И он исчез из поля зрения. Ну да, были воспоминания о том, что во Мхате был такой вот спектакль «Дни Турбиных». В серии «Жизел» вышла книга «Мольер», то есть это роман Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Пьесы печатали, «Белую гвардию» напечатали. Главного произведения Булгакова никто не знал. Большинство любителей литературы не подозревало его существование. В 1966 году в октябрьском номере журнала «Москва» вдруг появляется часть романа «Мастер и Маргарита». Это было полное потрясение. Потом такой новый шок, выходит 12-й номер журнала «Москва», а там ничего нет. Вернее, есть, но нет того, чего все ждут. Слава богу, выходит первый номер 1967 года, и там окончание. В тот момент было трудно оценить, насколько публикация была искорёжена, потому что цензура вырезала очень большую часть текста. Но всё равно, хоть в таком изуродованном виде, но роман появился. Он дошёл до читателей. Естественно, речи не было о том, чтобы, скажем, изучать в школах, как сейчас происходит, никаких экранизаций не было речи. Это было что-то вот такое, ну, как бы разрешённое, но не очень поощряемое. В 1973 году Константин Симонов пробил издание полного текста «Мастера» и вышел красный такой. Ну, там разные были обложечки, но вот у нас дома была красная обложка этого однотомника с огромным трудом тоже добытого, и можно было прочесть всего «Мастера». Это, конечно, было полное потрясение. И вот в 1977 году Юрий Петрович Любимов ставит спектакль «Мастера Маргарита», который пробивали через цензуру уже с невероятными совершенно усилиями. Вот это вот соединение и полузапретной Таганки, и полузапретного Булгакова, оно дало совершенный взрыв просто. Толпы осаждали театр. Причём сначала были просмотры. Не могу не похвастаться. Я человек, которому очень повезло. Я смотрела этот спектакль восемь раз. И это был очень важный этап в моей жизни. Папа мой дружил с Таганкой, то пару раз я была на просмотрах. А там шла вот борьба не на жизнь, а на смерть, потому что начальство то не пропускало, это резали, резали. Спектакль менялся во время этой борьбы. И происходили ещё и ещё просмотры. В тот момент очень сильно было распространено посещение фильмов, таких вот тоже каких-то дефицитных спектаклей, на лишний билетик. Вот мы с подружками стреляли лишний билетик, там умоляли. Некоторое время стояли около служебного входа, проходили актёры. Я говорю, а вы не можете провести? Ну, конечно, они не могли. Тем более, что там просмотр, начальство приехало какое-то. Только Зинаида Славина нас жалела и говорила, ну, ребятки, вы пойдите к входу, вы так потихонечку проскакивайте. Проскочить было совершенно невозможно, хотя бы просто потому, что толпы шли, этих счастливцев с билетами. Ну, носительные толпы, там не такой уж большой зал на Таганке, но всё равно. Дальше выяснилась такая вещь, что довольно большое количество людей, которые прорвались правдами и неправдами на этот полузапретный, ну, потом, в конце концов, разрешённый, но всё равно очень такой дефицитный спектакль, они вообще не понимают, а что тут происходит. Почему, с одной стороны, какие-то люди ходят вроде бы москвичи, а потом вдруг иудея. Я помню, когда я читала первый раз, я тоже не могла понять, почему вот действие перескакивает из Москвы в Ершелаем, что это всё значит. Декорации спектакля были составлены из разных кусков декораций из других спектаклей. Там был этот знаменитый двигающийся занавес из Гамлета, там была огромная золотая рама из Тортьюфа и много чего другого. Но Юрий Петрович объяснял, что нам не дали денег на декорации, поэтому я вот так вот всё и сделала. Хотя сегодня я думаю о том, что в какой-то мере в этом отражалась вот эта вот культурная мозаика невероятная, то фантастическое количество культурных ассоциаций, которые есть в булгаковских книгах. И, может быть, дело было не только в начальстве, а в том, что надо было как-то показать вот эти многочисленные культурные слои. Люди приходили и не понимали, что это такое. Ну, просто потому, что было ещё огромное количество людей, которые мастера Маргариту не читали. Ну, понятно, что сегодня тоже такие люди есть, но их всё-таки намного меньше. Там такой был трагикомический эпизод, когда тоже был очередной просмотр, очередное начальство смотрят, и пришла некая интеллигентная пара, которую там кто-то позвал, пришли, но они не читали. Спектакль был в трёх действиях, было два антракта, а это довольно непривычно. И после второго действия они, ну, всё, пошли в гардероб. Гардеробщица говорит, а что, вам не понравилось? Они говорят, ну, да нет, понравилось. А почему же вы уходите? А ещё ведь начальство, никто не знает, кто эти люди, а может быть, это какие-то вот те, от кого зависит выпуск спектакля, и они уходят, не досмотрев. Они говорят, а что? И тут они видят, что вообще-то кроме них никто не уходит. Они кинулись обратно в зал. Сегодня, наверное, трудно представить себе такую ситуацию, потому что столько уже и театральных постановок, и фильмов, и уж, по крайней мере, можно содержание прочитать на сайте Брифли. То есть мастер Маргарита, как и вообще творчество Булгакова, но, конечно, прежде всего мастер, стал частью такого общего культурного фона. Это теперь читают продвинутые старшеклассники, даже не старшеклассники, а вот там в средней школе. Уже дети, любители фэнтези читают это тоже. И это справедливое такое возвращение. Но очень интересно, как за прошедшее, после того, как Булгакова разрешили, за прошедшие десятилетия, как Булгакова растаскивают… Ну, вот как «Горе от ума» разошлось по пословицам, а вот Булгакова растаскивают разные люди, которые видят в нём разные. Конечно, был такой невероятный взлёт всех тех, кто любит чертовщину, причём начиная от каких-то загадочных сатанистов, если они есть на самом деле, и кончая просто любителями фэнтези. Вот те, кому нравятся эти какие-то фантастические персонажи, и Воланды, и странные существа, которые там появляются. Вот эти любители. Это очень хорошо видно, потому как очень рано, ещё даже до выхода полного текста, как начали расписывать стены в подъезде на Большой Садовой в доме номер 10 всякими удивительными вещами, и обращениями к Воланду, и рисунками, и многим другим. Есть те, для кого Булгаков важен, как человек, показавший ушедший мир. Вот Белая гвардия, офицеры белые, интеллигенция, ушедшая, оплаканная вроде бы как Булгаковым культура, ушедший образ жизни. С этим связывались Дни Турбиных, воспоминания о мхатовском легендарном спектакле. Такой слой Булгакова. Другой вариант – это те, кто видели прежде всего в Булгакове такого жёсткого сатирика, издевавшегося над советской действительностью. Но дьявляда и роковые яйца, подчёркиваю, роковые, конечно, они роковые, тоже были очень долго запрещены. Они издавались в 20-е годы, а потом на много десятилетий оказались под запретом. Но вот такие какие-то сатирические, странные изображения российской действительности. И пиком вот такого взгляда на Булгакова будет, конечно, разрешение уже в перестройку «Собачьего сердца» и появление всенародно любимого фильма. Вот Булгаков как человек, который издевается над советской действительностью. Можно было и так на него посмотреть. У меня, например, вот когда я читала другую книгу, тоже с очень непростой судьбой, и тоже искорёженную цензурой, тоже запрещавшуюся роман Стругацких «Улитка на склоне», то видно, как на них повлиял Булгаков. Вот этот именно Булгаков-сатирик. И ясно, что они это, наверное, читали или в западных изданиях, или в самоиздатских, и «Дивляду», и «Собачье сердце». И вот как у них это всё потом проявилось в их фантастических мирах. На фоне этих разных Булгаковых, которые разным людям были нужны, конечно, формировался культ Булгакова. Он, наверное, в какой-то мере был ещё до публикации «Мастера». Но тогда это было такое узкое явление. А когда мы получили доступ к мастеру, тут началось такое преклонение, во многом переходившее в безумие. Помню, в университете был доклад одного замечательного искусствоведа. По истории искусства был доклад, и к Булгакову он не имел никакого отношения. Но как-то очень быстро обсуждение перешло на Евангелие, которое, конечно, мало кто читал в тот момент, на какие-то образы евангельские. Вот перешли к Булгакову, и там какой-то сидел молодой человек, бородатый, что тогда тоже было нетривиально, сидел, молчал, молчал. И вдруг, как только упомянули Булгакова, он сказал, мастер и Маргарита – это Евангелие XX века. Он такой сомнительный, на самом деле, утвержденец, но очень характерный, что для задумчивого молодого человека с бородой, очевидно, ищущего какие-то для себя ответы на вопросы важные, наверное, интересующегося религией, вот мастер – это Евангелие. А с другой стороны, в ответ на это преклонение стала раздаваться критика. Но, скажем, очень рано стали говорить о том, что Булгаков был антисемитом. И, в общем-то, тут это можно доказать. Я хорошо помню, как я это в первый раз услышала. Я была в каких-то старших классах, и у нас в гостях был человек, который как раз уезжал в Израиль вскоре после этого. И лежал этот томик «Мастер и Маргариты», он взял так, что-то полистал, говорит, вот посмотрите, Ешуа спрашивают, кто твои родители? И он говорит, говорят, что мой отец был сириец. И сказал он, я когда прочитал это, я понял, что каким бы ни был хорошим русский писатель, он всё равно антисемит. Ну, я возмутилась ужасно и в целом этой мысли, и тому, что Булгакову такие предъявляют претензии. Но про всех русских писателей говорить не буду, хотя, конечно, встречались среди них, встречались, безусловно, но не все. Но то, что Михаил Афанасьевич Евреев недолюбливал, в общем, сегодня это понятно. Не всё так просто, и, конечно, не был он, скажем, звериным антисемитом, но вообще-то неприятненько было. Сегодня, конечно, наиболее актуализированы претензии, которые идут из Украины, о том, как он вообще относился к украинцам. Ну, и здесь надо понять такую вещь, что к украинцам Михаил Афанасьевич относился так же, как к русским, как и к другим людям, по-разному. Вот к идее украинской независимости, к идее независимого украинского государства он, конечно, относился резко отрицательно. И это хорошо видно в «Белой гвардии», где у него всё, что связано с украинской независимостью, вызывает в лучшем случае такое сатирическое отторжение, а в худшем – просто ужас и отвращение. Это печально, но это факт. И понятно, почему это сегодня вызывает в Украине тоже взрыв отрицательных эмоций. Это надо понять как историческое явление. Он был тем, кем он был. Он родился там, где он родился. Он вырос в той среде, в которой он вырос. И это совершенно не отрицает выдающихся достижений его книг. Мы это или принимаем, или нет. И если мы восхищаемся книгами Булгакова, это совершенно не значит, что мы разделяем его взгляды. Я могу сказать, что у меня много претензий к Михаилу Фанэщу моральных, не только из-за Украины. Это не мешает мне его читать. Может быть, это говорит о какой-то моей моральной ущербности, я не знаю. Для меня Булгаков очень интересен. Я не могу сказать, что это мой любимый писатель, хотя, конечно, когда-то он для меня значил невероятно много. Сегодня я так к нему немножечко охладела. Но для меня он интересен как для историка. И опять я могу сказать то же, что я говорила в начале своих лекций о Пушкине, о Гоголе, что, естественно, это не будет филологической лекцией. Естественно, это не будет литератровической лекцией. В данном случае Булгаков для меня интересен как русский интеллигент XX века, живший в тяжёлые времена. Он будет интересен прежде всего с исторической точки зрения. Что с ним происходило, с этим человеком на фоне страшной истории XX века. И здесь, конечно, казус Булгакова, скажем так, он очень любопытен. И он даёт возможность для многочисленных рассуждений. Алексей Варламов, написавший биографию Булгакова в серии «Жизелл», считает, что главная проблема, связанная с биографией Булгакова, с его творчеством, это проблема веры и неверия. Но это интересный поворот и очень важный поворот. Булгаков, оба родителя которого происходили из духовного сословия, человек знакомый прекрасно не просто с основами православной веры, а живший в среде, где люди были очень религиозными. И Булгаков – человек, который, конечно, отошёл от религии, как его первая жена вспоминала, что… А я даже не знаю, носил он крест или нет, и вообще где там он у него был. И человек, написавший, как он сам определял, этот роман о дьяволе, за что его до сегодняшнего дня очень многие православные критики пинают и говорят, что он ввёл миллионы читателей в соблазны и так далее. С этой точки зрения посмотреть на Булгакова, конечно, очень интересно. Но для меня больше интересен другой поворот. Я бы сказала, что главная проблема биографии Булгакова и книг Булгакова – это человек и власть. Можно сказать, творец и власть, творец и государство. И вот это то, что было невероятно важно для Булгакова, то, что проходит просто красной нитью повсюду, как мне кажется, это то, что во многом определило его трагическую судьбу. И я бы сказала, что это проблема не только его, а очень многих замечательных литераторов, живших в первой половине, в середине XX века. Хотела сказать, живших в России, а потом подумала, что не только. Отношения творческого человека и власти всегда были существенны. Но в XX веке с диктатурами, с ужасающими тоталитарными государствами этот вопрос становится особенно острым. Посмотрим на биографию Булгакова и попробуем определить, как он выглядит на фоне истории, какие исторические проблемы здесь возникают. Михаил Иванович Булгаков родился в 1891 году, в эпоху, когда вопрос как раз о человеке и власти, не только о творческом человеке, а вообще о роли власти, был очень и очень существенен для российской интеллигенции. Значит, 1991 год, правит Александр III. За 10 лет до этого был убит террористами Александр II. Назревают, распространяются, формируются самые разные революционные движения, которым Булгаков, надо сказать, был совершенно чужд. В отличие от очень многих российских писателей и поэтов, он был человеком консервативных нравов, и это существенно тоже для его дальнейшего развития. Есть воспоминания человека, который учился с ним в одной гимназии в Киеве, которые опубликовала Мария Тамаревна Чудакова уже давно, и с тех пор много по этому поводу копьев было сломано. Этот человек рассказал Чудаковой следующее. Булгаков в гимназические годы был совершенно бескомпромиссный монархист, квасной монархист, то есть вот такой прямо, сегодня бы сказали, реакционер, избегал евреев гимназии. Вот здесь много интересного. Мы привыкли к тому, что большая часть крупных русских писателей в той или иной мере исповедуют либеральные идеи, иногда даже, может быть, социалистические. Есть исключения, конечно, Гоголь, Достоевский, но такой вот общий фон, он вроде бы как либеральный. Всё не так просто, безусловно. Родители Булгакова, люди, были достаточно консервативных взглядов, среда была достаточно консервативная, братья и сёстры там разное было. И Булгаков, очевидно, всё это впитал. Конечно, смешно говорить, мало ли там какие взгляды у гимназиста. Это всё потом может много раз меняться и будет меняться. Но вот эти вот представления о важности твёрдой власти, которая обеспечивает нормальную жизнь, они, конечно, были существенны. Что касается антисемитизма, то, конечно, для большой части российского образованного общества на рубеже веков, к сожалению, антисемитизм достаточно типичен для самых разных, иногда очень приятных и дорогих для нас представителей творческой интеллигенции. Молодость Булгакова проходит спокойно, хотя это совсем неспокойные годы. Это вообще начало XX века. Ему 15 лет, революция 1905 года. В 1909 году он поступает на медицинский факультет, а время такое, оно же бурное. В 1911 году он начинает бурно, энергично добиваться разрешения на брак у родителей его любимой девушки Татьяны Лаппы. Они совсем этого не хотят. Они богатые дворяне. Считают это придурью дочери капризом. Они уже в 1908 году, когда Булгаков только познакомился с Татьяной Лаппой, они блокировали эти отношения. Они её три года не пускали в Киев. Но вот теперь Булгаков с Татьяной снова встретились. И вот вся его энергия направлена на то, чтобы добиться этого брака. Все против, её родители против, его мать против. Все считают, что им рано. Нет, не рано, они обвенчаются. На этом фоне Столыпинская реформа, убийство Столыпина в Киеве в 1911 году. Это всё проходит как-то незамеченно. Ну, тоже понятно. Молодые люди, они прежде всего поглощены своими чувствами. Они венчаются, они живут такой молодой, весёлой, совершенно безответственной жизнью. А между тем тоже важные события происходят. Бурлит Россия. Самые разные общественные движения. Конечно, человек живёт в Киеве, и он не может пройти мимо важнейшего события в 1913 году, мимо дела Бейлиса. Когда Минахима Бейлиса, совершенно невиновного человека, обвиняют в убийстве мальчика Андрюши Ющинского, и к этому ещё накручиваются разговоры про ритуальные убийства, про то, что это евреи перед Пасхой, кровь христианских младенцев и всё это. Очень интересно Мария Тамаровна Чудакова в своей статье «Чего мы не знаем о Булгакове» написала. Она там перечисляет много чего мы не знаем, хотя казалось бы, уж всё изучено. Вот в частности, мы не знаем, как Булгаков относился к делу Бейлиса, потому что никаких его высказываний, никаких его воспоминаний нет. А в Киеве, конечно, всех это невероятно волновало. И известно, что дома у Булгаковых все сразу с утра кидались газетам, обсуждали, читали эти газеты. И известно, что большая часть его родственников считала Бейлиса невиновным. «Чего считал Булгаков, мы не знаем». А хотелось бы узнать, конечно. Мы знаем, что знаменитый националист и антисемит, конечно, Шульгин, издававший газету «Киевлянин», при всей своей нелюбви к евреям, считал Бейлиса невиновным. Может быть, Булгаков тоже так считал. Вряд ли это прошло мимо него. Но это такая вот пустота, непонятно. Много осталось воспоминаний самых разных людей, родственников, друзей. Всё это собрано историками тщательно. А молодости Булгакова… И тут разные вещи возникают. С одной стороны, уже при описании молодости мелькает разговор о том, что Булгаков был эгоист. Почему-то разные люди, даже очень любящие его, говорят о том, что он жил для себя. Позже будут говорить, что там сёстры работали, жена работала, а он ничего не делал. Тут можно сказать, а он, наверное, обдумывал что-то. Наверное, да. Наверное, самый главный упрёк молодому Булгакову – это то, что, судя по всему, перед венчанием жена его забеременела и сделала аборт. Хотя непонятно, они уже венчались. Ребёнок родился бы законный. Ну, они были молодые, они хотели жить для себя. И вот она делает аборт. Позже она сделает ещё один аборт. Когда Булгаков будет от неё уходить, он ей скажет, что «Бог меня за тебя накажет». Вообще он ей это говорил несколько раз уже в тот период, когда отношения их портились. Не исключено, что он вспоминал это очень долго. Тоже у меня такое детское воспоминание. Есть человек, которого я часто вспоминаю в своих лекциях. Это друг моего отца, детский писатель Камилы Крамов. Мне трудно его не вспоминать, потому что он был невероятно яркий человек. Всегда общение с ним было очень сильным впечатлением. И он в какой-то момент написал статью о Булгакове, которую читал у нас дома, о мастере Маргарите. Разные у него были претензии к Булгакову. Но сейчас не об этом речь, а о том, что потом уже после чтения этой статьи что-то там мы обсуждали, насколько реалии булгаковской жизни отражаются в мастере. И он говорит… Вот Фрида на балу у Воланда появляется. Это женщина, которая родила ребёнка и задушила его. И с тех пор ей всё время подают… Каждый день ей подают этот платок, которым она душила ребёнка. И она умоляет Маргариту заступиться за неё. Фрида, Фрида, меня зовут Фрида. И Маргарита, когда она получает возможность обратиться к Воланду с одной просьбой, то она не может обмануть Фриду, которой она подала надежду, и просит, чтобы ей перестали подавать платок. И я помню, как Камила говорит, ну, был какой-то аборт. Вот наверняка это отразилось. Я думаю, что похоже на то, что, конечно, он вспоминал об этом. Ну и вообще чувство вины у него было перед его первой женой. Несмотря на то, что мастер, познакомившись с бездомным в больнице, говорит, да, я был когда-то женат, был на этой, как её там, не помню. Вроде как ничего не существует. Но чувство это у него было. Вообще чувство вины для Булгакова не только по отношению к женам. Это существенная вещь. Мы ещё к этому вернёмся. Но, во всяком случае, идёт жизнь как идёт. И тоже такая вещь существенная для вот этой его молодой жизни – это то, как разделяются взгляды в семье Булгаковых по вопросу о религии. Мать была очень религиозна и очень переживала из-за того, что дети относились к этому легкомысленно. Тоже есть воспоминания Татьяны Лапы, как полагалось, на Пасху всегда постились у Булгаковых. И вот они приходили к матери, они ели постное, они вели себя, как полагается, а потом уходили, шли в ресторан и там развлекались. То есть для них всё это было несущественно. И молодое поколение Булгаковых, там оно тоже разделилось, потому что были люди очень сильно верующие. Молодой Михаил Булгаков, ну, может быть, он не был таким вот демонстративным, неверующим, но ясно совершенно, что для него вера значила мало. А вопрос о том, насколько он верил, скажем, когда писал «Мастер и Маргарету», это очень интересная тема, потому что Булгаков говорит, учтите, Иисус существовал. Берлиоз оказывается наказан за то, что он убеждает Иванушку в том, что Иисуса вообще не было. Другое дело, что Ешуа в романе оказывается совсем не похожим на евангельского Иисуса. Вот как это сочеталось здесь, конечно, кто-то критикует Булгакова за то, что он создаёт вроде бы такую альтернативу евангельскому тексту, а кто-то наоборот, как тот молодой человек, считает это чуть ли не новым Евангелем. Тут есть о чём подумать. И вот так проходит молодая, бесшабашная жизнь без особой ответственности, пока в 1914 году не начинается война. И тут, естественно, уже жить так, как будто бы ничего не происходит, невозможно по определению. Эти несколько лет, годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны, это, конечно, те годы, когда вот этот молодой, благополучный, весёлый, забавный человек, довольный жизнью, судя по всему, вполне, когда он сталкивается с историей, лицом к лицу. И это столкновение, конечно, очень неприятное. Начинается война. Булгаков работает в госпитале, в разных госпиталях, в том числе в прифронтовых. Он оперирует, он ампутирует ноги, руки. Значит, жена ему помогает, которая следует за ним. Всё это невероятно тяжело. Потом в 16-м году его отправляют в земскую больницу, но это не добровольная работа в земстве, как могли делать многие другие, или, как там, Чехов Антон Павлович, а его отправляют как военнообязанного. И он очень мучается и тоскует, и оказывается вырван из привычной среды. Вот, казалось бы, тебя из ужасов прифронтового госпиталя, от фронта отправили в тыл. Ну, расслабься, отдохни. А для него это мучительные, страшные годы. Пройдёт чуть больше 10 лет, и на допросе в ГПУ он будет отвечать на вопрос, а почему вы не пишете о крестьянах, например. Он говорит, что я не люблю крестьян, я деревню не люблю. И это, конечно, сложилось, когда он столкнулся с деревенской жизнью лицом к лицу и увидел эту тьму египетскую. Потом всё это он опишет в своих записках врача. Ему там совсем не нравится. Там происходит ещё одно такое поворотное для него событие, когда привозят ребёнка, привозят девочку больную дифтеритом, и он отсасывает эти дифтеритные плёнки из её горла через трубочку, и кажется, что какие-то плёнки попадают к нему, он может заболеть дифтеритом. Он вводит себе противодифтеритную сыворотку. Ну, как мы знаем, даже сейчас прививка от дифтерита тяжёлая. Тогда уж тем более, он очень тяжело это переносит, он вкалывает себе морфий и становится морфинистом. Там до этого, в молодости, у них был такой как бы забавный эпизодик, когда ещё в Киеве он принёс кокаин, и сказал, «Жене, дай попробуем». И они попробовали, ей совсем не понравилось, ей было плохо, её рвало, а ему даже вроде как было ничего, ей весело, но это не имело продолжения. А вот здесь, в деревне, он становится морфинистом, он становится наркоманом тяжёлым, и это ужасно, конечно, портит их отношения с женой, вообще его жизнь. А дальше, уже в 1918 году, оказавшись снова в Киеве, то есть уже после революции, он совершенно поразительным образом излечивается. Но есть такой немножечко фантастический тоже рассказ его жены, как доктор, который приходил и вроде бы должен был вкалывать ему морфий по просьбе Булгакова, а он ему вкалывал воду. И таким образом Булгаков вылечился. Ну, тут сложно и непонятно, потому что Булгаков вообще врач был, и, в общем, он должен был понять, что происходит. Может быть, доктор разводил эти ампулы водой и уменьшал дозу. Но, во всяком случае, Булгаков вылечился, и это, конечно, невероятное счастье для него и для русской литературы. История с морфием и с жизнью в деревне, во-первых, она разворачивается на фоне заканчивающейся войны и революции. Получается, что как будто он не то, что не заметил революцию, он заметил, конечно, но просто не до того ему было. С другой стороны, конечно, возникает вопрос о том, как морфий на него повлиял. Я вот с интересом узнала из книги Алексея Варламова, что есть те, кто считают, что это не просто была наркотическая зависимость, а что это было какое-то оккультное посвящение в дьявольский мир, и что поэтому потом он и будет писать свою дьявольскую книгу. Ну, что звучит, конечно, странновато, скажем так. Но то, что морфий, конечно, давал ему какие-то кошмары, какие-то грёзы, какие-то страшные фантазии, к которым он и так был склонен, вот это безусловно. Что он запомнил из этих фантазий? Использовал ли он как-то это потом? Или вообще насколько вот эти переживания мучительные 1917-1918 года повлияли на его творчество? Это такой опасный очень вопрос, потому что здесь ему легко очень свалиться в какое-то такое странное бульварное рассуждение. Но он тоже интересен. Перед этим молодым человеком, который уже, конечно, подумывает о писательстве, но пока только подумывает, перед ним разворачивается слом исторического процесса, слом жизни. Вот к 1918 году он оказывается в Киеве. Идёт гражданская война. Киев в эпоху гражданской войны страшное место, где меняются правительства, где с одной стороны сначала приходит из Москвы, из Петербурга огромное количество иммигрантов, которые пытаются здесь укрыться. Потом здесь начинает меняться власть. Это Украинская республика, белые, красные, петлюровцы. Всё это кроваво, всё это страшно. И Булгаков всё это видит. При этом он врач. Он, соответственно, всем нужен. И его мобилизуют в украинскую армию, откуда он убегает. Потом его мобилизуют в добровольческую армию, и он с Деникиным уйдёт в Владикавказ. Но пока этого не происходит, вот 1918-1919 год, он, конечно, тут насмотрелся многого. Убийство офицеров петлюровцами, и еврейские погромы, и злодейство ЧК ужасающее. То есть тут, конечно, было очень страшно, очень кроваво. И вот это ощущение. Была жизнь, была с проблемами, с чем-то, но была спокойная, твёрдая, хорошая жизнь. А вот теперь власть рухнула старая, и жизнь рухнула. И она не просто рухнула, она рухнула в такое кровавое месиво, где борьба всех против всех. И, наверное, отсюда вот это уважительное отношение Булгакова к власти. Потому что власть – это стабильность. Как ни странно, такая дикая у меня возникает ассоциация, я вспоминаю великого английского философа Томаса Гоббса, который жил в бурную эпоху XVII века, навидался много чего во время английских гражданских войн, и пришёл к выводу, что главная сдерживающая сила, спасительная сила, обеспечивающая людям безопасность – это государство. Не исключаю, что у Булгакова тоже какие-то были мысли в этом роде. И он, конечно, невероятно болезненно переживает происходящее. Для него украинский национализм и попытки создать независимое украинское государство – это нечто совершенно чуждое. Большевики для него не менее страшны. Он здесь зажат между разными чужими ему враждебными силами. Для него, конечно, идеалом было бы вернуться к старому, вернуться к старой власти. Но как это сделать? Вся надежда на белое движение. Чудакова в своём жизнеописании Булгакова приводит воспоминания, как она пишет известного историка. Она не называет его имя, но сегодня понятно, что это замечательный историк Пётр Андреевич Занечковский. Он был учителем моих родителей, поэтому много чего я про него знаю. Я сразу, конечно, поняла, о ком идёт речь. Он учился в кадетском корпусе и был в Киеве как раз в начале революции. И он рассказывал Чудаковой через много лет. Мне было уже 15 лет. До сих пор не понимаю, почему я не пошёл к нему навстречу, к Деникину, который шёл к Киеву, а спокойно ожидал в городе. Он не дошёл 60 километров. Я никогда так не плакал, как тогда, когда он стал отступать. Булгакову, конечно, не 15 лет в это время, но для него, конечно, тоже вот этот вот уход старого мира, то, что потом так страшно будет описано в Белой гвардии, вот эта вот метель, эта смута, бесы вылезающие, он, конечно, всё это, может быть, ещё не осмыслил настолько, но он это очень сильно ощущал. При этом, ещё раз, я бы сказала так, что его настроение, прежде всего, как мне кажется, не столько антиукраинские, хотя это есть, конечно, он против вот всех, кто рушит этот старый порядок, который ему очень нравился, при котором ему было жить комфортно. И когда его призывают в добровольческую армию, он уже не пытается убежать, как это было, когда его мобилизовали в украинскую, и он уходит, как я уже сказала, во Владикавказ. Вот здесь тоже очень важный и долгое определивший в последующей судьбе Булгакова момент. В 19-20 году он находится во Владикавказе. Он, очевидно, надеется на восстановление прежней власти. При этом, с другой стороны, судя по пьесе «Бег», которая будет через много лет написана, у него относительно белого движения тоже не было особых иллюзий. И он видел жестокости с этой стороны, видел много страшного, но всё-таки это были его люди, скажем так, и на них он возлагал какие-то надежды. Вот здесь он начинает печататься. Первая статья, которую он напечатает и которую он будет всеми силами скрывать потом, на его счастье она была напечатана без имени, она называлась «Грядущие перспективы». И надо сказать, что уже в 19-м году на «Грядущие перспективы» молодой Михаил Булгаков смотрел очень мрачно. Он писал следующее. «На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны. Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся. А мы опоздали». Дальше он очень эмоционально описывает, в каком ужасном состоянии Россия. И он создает такую почти безысходную картину. а потом завершает все-таки каким-то просветом, но просветик так еще средненький. Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова. Платить за безумие мартовских дней, то есть за свержение царя, за безумие дней октябрьских, за самостийных изменников, то есть за распад империи, за отделившуюся Украину и других, конечно. За развращение рабочих, это, естественно, большевики. За Брест, то есть за Брестский мир, по которому отдали такие территории. За безумное пользование станками для печатания денег, за всё. Ну, такие слова вообще сильные, конечно, и, наверное, и до сегодняшнего дня актуальные. Но вот таким ему представляется будущее, и можно честно предположить, что он верит в то, что белое движение победит, и вот дальше будет этот тяжкий труд возрождения России. Этого, как мы знаем, не происходит. В 20-м году белые уходят из Ладикавказа, но и дальше, как мы понимаем, уйдут вообще из России. Белое движение будет разбито. И вот здесь очень такой странный момент. Булгаков, конечно, собирался уйти вместе с белыми. Интересно бы фантазировать, как бы всё получилось, если бы он ушёл с белыми. Вот он попал бы в эмиграцию. Как бы он там себя вёл, что бы он там написал, как бы выглядел его главный роман, если бы он был там, вообще какие бы он книги там написал, захотел бы он вернуться обратно. Тут много можно интересного предположить. Но этого ничего не произошло, потому что Булгаков заболел тифом, он находился в тяжелейшем состоянии, жене сказали, что перевозить его невозможно, он умрёт на следующей станции. И они остались. Булгаков потом попрекал её и говорил, почему ты меня не увезла? Он говорит, мне говорили, что умрёшь, как я могу это сделать? И они остались. И таким образом они оказались на территории, куда приходит Красная. И вот дальше происходит такой удивительный перелом, потому что он только что работал на белых, был врачом, начал публиковаться, он верит в белые движения, а потом так раз, пришли красные. Конечно, вот этот факт его службы в белой армии, пусть не в боевых войсках, врачом, но всё равно факт его сотрудничества с белыми, это в последующие годы будет ужасным пятном, и Булгаков будет это скрывать, он прекрасно это понимает. Он никогда не будет упоминать об этой службе, естественно. Мало того, он приходит к тому, что надо скрывать сам факт медицинского образования, потому что если выяснится, что он врач, а что вы делали во время войны, а что вы делали во время гражданской войны, и так вот можно распутать, распутать и добраться до того, что он был во Владикавказе с белыми. Поэтому он будет писать в анкетах, что у него там среднее образование, он будет это скрывать, он будет говорить, жене неупоминаемого лекарского прошлого. Всё. Забыто. При этом он не оставляет попыток выбраться из страны. Уже пришли красные во Владикавказ, но он ездил в Тифлис, в Батум, а оттуда вообще шли дорожки в Константинополь. И он, конечно, пытался добраться до Константинополя, не вышло, не получилось. И он решает вернуться в Москву. Но здесь вопрос, конечно, он решает вернуться в Москву, потому что не вышло, и стиснул зубы, возвращается. Или он не очень хотел уезжать. Тут разные могут быть ответы на этот вопрос. Понятно, что новая власть, пришедшая, ему чужда. При этом совершенно удивительно, с какой скоростью он, так говоря, современным языком переобувается. еще в Владикавказе. Он сразу же идет работать в разные советские учреждения. Ну, это понятно, жить ему надо где-то, а кроме как на государство работать негде больше. Но он пишет, он пишет статьи уже совсем в другом тоне. Он пишет пьесы, например, у него пьеса в Владикавказе поставлена была «Сыновья Мулы», о реакционности мусульманского духовенства. То есть он пишет то, что нужно новой власти. Звучит так цинично. Но, опять же, с другой стороны, ему как-то надо прожить, конечно. Дальше он приезжает в Москву в 21-м году. И следующие несколько лет это просто ад. Это невероятная нищета, голод. Иногда они с женой по нескольку дней вообще ничего не ели. Они приехали с юга, а тут холодно, теплой одежды нет, нормального пальто нет, вообще ничего нет. Жить им негде. Муж одной из его сестер уезжал в Киев к жене и уступил им комнату в той самой квартире номер 50 по улице Большая Садовая, дом 10, будущей нехорошей квартире в Мастере. А в этой квартире коммуналка и пьяница, и скандалы, и что там только нет. И главное, там нет спокойствия, там невозможно остаться одному ни на минуту. Там всегда все слышат, о чём вы говорите, там всюду раздаются эти крики и вопли. Для Булгакова это просто ад. У него с этого момента будет пунктик. Он хочет свою квартиру. На самом деле, дело не только в квартире. Он любил уют, он любил хорошую одежду, он любил хорошую еду, он был модником, всё понятно. Но ему нужно место, где его никто не будет трогать. И это будет для него невероятно существенно, и потом отразится и в Мастере Маргарите. И вот он как-то перебивается на литературной падёнщине, в разных газетах, бегает по Москве. Там то он в суде какие-то репортажи пишет, то ещё что-то, фильетоны. Причём эти фильетоны выражены в вполне таком правильном духе, иначе бы их никто не печатал. Конечно, наверное, главное ощущение его в это время – это поражение. Всё, жизнь рухнула. Прежняя, устойчивая, весёлая, сытая. Начался ад. Ну, это был кровавый ад. Теперь, да, жизнь поспокойнее. Гражданской войны уже нет. Это он ценит. Но он сам настолько ощущает себя униженным. В Белой гвардии есть очень эмоциональный отрывок о том, что такое поражение. О, только тот, кто сам был побеждён, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползёт зелёная плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов, ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женщин в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Вот таким он себя ощущал, поверженным, мертвецом, покойником, как потом напишут записки покойника. Всё. Но при этом он борется. Он борется с огромной силой, с энергией. Он хочет выжить. Он пишет матери в 21-м году, очутившись в Москве. Коротко могу сказать, что идёт бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Он ведёт эту бешеную борьбу. Он не один такой, целый слой людей, в частности, русской интеллигенции. Те, кто не захотели или не смогли уехать, они должны выстраивать какую-то новую жизнь. Через много лет, в начале 60-х, знаменитый биолог Любящев напишет Надежде Яковлевне Мандельштам А Мрет Чудакова это процитирует. Старая русская интеллигенция несколько лет после окончания гражданской войны жила иллюзией недолговечности советской власти. А когда эта иллюзия кончилась, оказалось полное моральное опустошение. И вот здесь интересный тоже вопрос. Ощущал ли Булгаков вот это моральное опустошение? Если он пишет матери, что идёт борьба и он борется, значит ли это, что он опустошённый просто лапки поднял? Ну, можно быть опустошённым, и когда ты борешься тоже. Он всячески пытается утвердиться, он пытается прорваться. В 23-м году он рассуждает о том, что те, кто уехали на Фридрихстрассе в Берлине, они считают, что всё, конец России. Ну и казалось бы, Булгаков тоже должен так считать. А пишет он прямо противоположное. В Фридрихстрассской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю. И даже больше того, во мне рождается предчувствие, что всё образуется, и мы ещё можем пожить довольно славно. И вот что это такое? Он правда так считает? Или же это лицемерие, чтобы как-то показать своему окружению, что он вписался? Или он преодолевает собственный когнитивный диссонанс? То есть вот я не верю в эту власть, я её ненавижу, но я и служу, ну, значит, может, ещё и поживём, может, она ещё не ведёт порядок. К этой сложной ситуации и бытовой, и политической, и моральной добавляется ещё тот факт, что вообще-то это не самые страшные годы. Для Булгакова они страшные, а это годы НЭПа. Это годы, налаживается, может быть, не полностью, но всё-таки получше становится экономика. Люди начинают жить более сыто. Булгаков бегает там голодный, ищет заработки, а его литературные друзья, потому что у него уже завелось общение в Москве, и он видит, что люди вообще-то неплохо живут, что у них есть даже прислуга, а кого-то не смогли уплотнить, а у кого-то прекрасные обеды. То есть вообще люди устраиваются. Ну, как они устраиваются? Они тоже работают в каких-то советских учреждениях, получают денег много и нормально живут, а он не может. Это очень больно его уязвляет. Есть другая вещь. Он провинциал, он приехал в Москву, его тут принимают, его тут с каждым годом будут всё больше ценить, особенно когда книги его будут уже выходить, но при этом к нему всё-таки такое какое-то снисходительное отношение, свысока. Ну, приехал тут. Он ведёт себя не всегда правильно, он нервничает, он напряжён, над ним потрунивают. То есть, мало того, что он голодный, а вокруг него довольно много сытых. Естественно, голодные тоже есть, но он замечает-то сытых. А ещё вот так вот как-то на него смотрят. Очень интересно, что Булгакова будет такой в эти годы болезненный интерес к Алексею Толстому. Алексей Николаевич Толстой, красный граф, уехал в эмиграцию, потом вернулся и начал служить новой власти с очень большим успехом. И Булгаков, который в середине 20-х в разных компаниях встречается с Алексеем Толстым, а если даже не встречается, то слышит рассказы о его развязности, о его сытости, о его нахальстве. Договор заключает с театром, аванс берёт, потом ничего не пишет и деньги не возвращает. О том, как он рассказывает про свою жизнь в Европе. И он на него смотрит просто завороженно. Он потом карикатурно его изобразит через много лет в театральном романе. Но может быть вот эта завороженность, это тоже он смотрит, вот как этот человек-то пробился, у него сколько энергии, как он может справиться со всем этим, не было ли здесь какой-то такой зависти. Про Алексея Толстого не знаем. А вот своих приятелей, конечно, не таких богатых, не таких наглых, как Алексей Толстой, но благополучных людей, благополучных, сытых, очень дружелюбно его принимавших, он потом невероятно злобно опишет в своих записках на манжетах и опишет их так, что они себя узнают и расскажет, как он пришел в гости, как он долго сидел, как уже ясно, что пора уходить, он не уходит. Хозяйка, стеснув зубы, говорит, а может быть, вы с нами пообедаете, думая, что он уйдет, а он остается и его кормят обедом. И когда он уходит, то дальше он описывает свои ощущения, и это просто уже не записки на манжетах, а записки из подполья Достоевского. «Каюсь в скверном. Когда я уходил, у меня представилась сцена обыска у них. Приходят, все роют, находят золотые монеты в кальсонах, в комоде, в кладовке мука и ветчина, забирают хозяина. Гадость так думать. А я думал». Но он продолжает трепыхаться, он продолжает биться. Он хочет тоже жить нормально. Он пишет. «Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака с шерстью». Ну, так проходит несколько этих ужасных, мучительных, голодных, холодных лет. Но при этом все-таки надо вспомнить, что речь идет не просто о каком-то там человечке, который вот такие циничные мысли про себя лелеет, а речь идет о формирующемся, выдающемся писателе. Да, он пишет очень много на заказ, поэтому у него нет сил, времени на нормальную работу. Хотя он уже вынашивает первые идеи Белой гвардии, которые, на самом деле, еще во Владикавказе. Он написал пьесу Алексей Турбин, пытаясь осмыслить то, что он пережил в Киеве. А он задумывает Белую гвардию, он начинает писать рассказы, повести, и потом, кажется, наступает перелом. Где-то в районе 24-25 годов ощущение, что все начинает налаживаться. У него устанавливаются хорошие отношения с издательством Недра. Не забудем, что это НЭП, что возможны не только государственные издательства, но и какие-то попыточки, хотя бы кооперативных издательств. И Недра начинает его печатать. В 24-м году он печатает Дивелиаду, получает гонорар, покупает костюм, монокль заводит, в общем, как-то начинает жизнь налаживаться. Потом выходят Роковые яйца, и дальше он пишет Собачье сердце. То есть, в это время он уже полноценно работает. И вот эти его книги середины 20-х неслучайно находились под запретом так долго, дольше, чем Мастер и Маргарита. Потому что они безжалостные, они жёсткие, они мрачные, несмотря на то, что вроде бы какая-то сатира, и мы должны смеяться. Но смех какой-то получается совсем невесёлый. И вот глядя на эти произведения, видны некоторые очень важные вещи. Значит, странная история в этой Дивалиаде. Простой сотрудник некого учреждения, производящего спички, получает зарплату спичками вместо денег, и в спичке эти все не горят, он их пытается целую ночь зажечь, и только синяк под глазом себе от какой-то отлетевшей искры получает. А затем начинается какая-то дикая фантасмагория, потому что появляется новый начальник, там всё время меняются начальники, появляется новый начальник, и герой, когда он писал, то он решил, что это слово кальсоны, вот Булгакова слово кальсоны как-то сильно интересовало, он видел в этом какой-то уничижительный момент, вот как золото находят в кальсонах, а начальника нового зовут кальсонер. Тут антисемитским душком, конечно, тоже попахивают. С одной стороны, ну, собственно, почему не может быть еврейской, такой сконструированной еврейской фамилии, ясно, не может быть нормальной фамилией кальсонер, но она сделана как бы еврейской. Почему не может быть такой фамилии? Тем более, что вокруг много евреев. То-то оно. Очень разумно заметила Марета Чудакова, что в Киеве он видел евреев жертв погромов и страшная сцена убийства еврея в Белой Гвардии. А приехав сюда, он увидел большое количество евреев среди победителей. Ну, мы знаем, какое количество людей считало и считают евреев, там, сотрудников НКВД и много чего другого. Булгаков, может, и не считал, но видел, вот как люди устроились лучше его. И поэтому то, что здесь появляется человек с фамилией кальсонер, а потом ещё оказывается, что их два брата, и у второго брата подчёркивается ассирийская борода, это не случайно. Но главное здесь, наверное, не это, а та вот дикая фантасмагорическая ситуация, когда герой не может понять, что на самом деле это два близнеца, а он всё время думает, что это один человек, вот его начальник так двоится. В результате получается вот этот вот образ такого безумного абсолютно мира. Здесь, конечно, естественно, видны традиции великой русской литературы. Двойничество, которое идёт от Достоевского, бюрократия, превращающаяся в такую машину раздавливающую человека, то, что, наверное, идёт от Гоголя, от Салтыкова-Щедрина. И, что, конечно, тоже существенно, позже в письме к советскому правительству Булгаков назовёт себя мистическим писателем. Он описывает ситуацию как бы совершенно реальную. Человеку зарплату выдали товарами, человек запутался, у него новый начальник, он боится. То есть это всё какие-то вполне реальные вещи. Но они, эти вот кусочки реалистические, сложены и описаны так, что получается не просто, ну, я знаю, там, клоунада. Ха-ха-ха, спичку не мог зажечь, и у него, значит, синяк под глазом. А получается дьявольская фантасмагория, страшная, жуткая. Это умение вытаскивать фантастические, страшные вещи из окружающего нас быта, это, конечно, то, что Булгаков пока только осваивает. А дальше это видно везде, 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 везде. Ну, и в конце концов приведёт к появлению Воланда и его свиты просто на улицах Москвы. Понятно, откуда у Булгакова это. Это, конечно, Гоголь. Когда можно отправиться на прогулку по Невскому проспекту, а Невский проспект окажется каким-то фантастическим местом удивительным. Или когда в мёртвых душах за как бы совершенно реалистической историей начинают проглядывать удивительные вещи. Это, конечно, Гоффман, как и вообще романтики, у которых очень остро было такое ощущение. Здесь девулять этого пока нет, а потом Булгакова это, конечно, будет. Что вот есть обычная жизнь, обычная, спокойная, мещанская, бытовая. А ты сделал шаг в сторону, и твой знакомец оказывается колдуном, волшебником, а вот эта бабка, которую ты обидел, она ведьма. То есть чуть-чуть изменил взгляд, и оказывается, что за поверхностью нашего быта что-то таится. Вот это, конечно, Булгакову было очень близко и понятно, и он это у них впитал, но перенёс на вот этот советский канцелярский быт. Ещё интереснее с роковыми яйцами, где тоже творится какая-то жуткая совершенно история, причём вся её дьявольская подоплёка вылезает из совершенно реалистической, нормальной ситуации. Есть некий учёный с очень интересным именем, его зовут Владимир Ипатьевич Персиков, и давно замечено, что его инициалы ВИ напоминают инициалы Владимира Ильича Ленина. Есть учёный, который проводит эксперимент, он открывает некие лучи жизни, которые невероятно помогают размножению всех живых организмов, и ясно, какая польза может быть для народного хозяйства от этого. И глава совхоза, тоже с характерным названием Красный Луч, которого зовут Александр Семёнович Рок, он решает использовать это, чтобы кур было много. Персиков заказывает для себя разную нечисть для своих экспериментов. Ему нужны там змеи, крокодилы, то, что называется хтонические существа, те, кто из-под земли вылезают, те, кто всегда в фольклоре, о всех представлениях связаны с нечистой силой. И по случайности посылки эти перепутываются, и в совхоз вместо яиц пребывает вся эта гадость, которая невероятно размножается, и идёт на людей, и люди погибают, и сюда пригоняют войска для того, чтобы победить вот эту нечисть, вылезшую отовсюду, и Персиков сам погибает. То есть вот это тоже такая важная для Булгакова линия, помимо того, что здесь тоже обычные вещи, научный институт, совхоз, повышаем производительность, всё какие-то такие простые вещи. ой, вдруг вот это всё вылезло, такие какие-то монстры. Помимо этого, здесь ещё, конечно, ситуация, когда из-под контроля учёного вырываются плоды его дела, то, что потом в собачьем сердце будет очень хорошо видно. Он хотел как лучше, а получилось как всегда. Он сделал открытие, а потом он уже не может его контролировать. Но есть версия, что это из-за того, что Владимир Ипач и Владимир Ильич как-то перекликаются, что это вообще описание революции, как Ленин всё выпустил с рук. Ну, тут, конечно, сложно, слишком примитивное, как мне кажется, толкование. То, что учёный делает открытие, учёный, рационально, в результате своих исследований и вырывается вот эта иррациональная стихия, это совершенно булгаковский взгляд на мир. Ох, сколько он уже видел этих стихий, бушующих в жизни. И в собачьем сердце это просто сделано, как мне кажется, ещё более мастерски и более последовательно. Хотим мы этого или не хотим, но мы в основном сегодня воспринимаем собачье сердце через призму фильма, через замечательную игру Евгения Истегнеева, такого обаятельного, такого чудесного, как говорит, да, я не люблю пролетариат. Но вообще-то Филипп Филиппович Преображенский не так уж прост. Мы привыкли на это смотреть, как на такое противостояние русского интеллигента и вот этой какой-то мерзкой компашки активистов во главе со швондером, с характерной фамилией, которые его со свету хотят жить. И это там есть. И, конечно, во многом из-за этого собачье сердце было наглухо запрещено, что в 20-е годы и вплоть до 85-го. С одной стороны, это очень актуально для того времени вообще и для Булгакова в частности вопросы, когда уплотняют квартиру, когда человека хотят лишить его привычного уюта, комфорта. Это то, что его невероятно раздражало. Но там же есть совсем другой слой. Не случайно профессора зовут Преображенский. Он преображение совершает. Он маг, волшебник. И когда там описывается то, как Филипп Филиппович действует в своей лаборатории, в своей операционной, он, конечно, описан как такой алхимик. Может быть, доктор Фауст любимейший герой Булгакова. Человек, который творит какие-то чудеса. Часто говорят, вот Преображенский, значит, он хотел преобразить весь мир, а получился у него шариков. Преображенский вообще-то не ставил своей задачей сделать из собаки человека. На чём составлено его благополучие? Он делает операции, благодаря которым он умолаживает старящихся людей. И он хотел проверить, что будет, если гипофиз собаки пересадить человеку, как это повлияет на процесс омоложения. А получилось то, что получилось. То есть, это побочный результат. Он совершенно к этому не стремился. Но интересно то, к чему он стремился. Он омолаживает людей. Он тоже как волшебник действует, как маг, скорее скажем. Это раз. И другая вещь, это то, что создав, пусть нечаянно, из собачки хорошей, ужасного человека, он вообще-то не делает никаких попыток его по-настоящему воспитать. Он ему сразу отвратителен, он ему сразу противен, он с ним не разговаривает как с человеком. И это хорошо видно. Есть итальянский фильм «Собачье сердце», где придумана совершенно отсутствующая линия в повести о том, что там доктор Бурменталь якобы влюблен в Зину, а Зина влюблена в Шариков. Он там только не Шариков, а Бобиков. И он в неё влюблен. И вообще-то у них любовь, как-то, рождается. Зина вообще единственная, кто его жалит, кто как-то по-человечески к нему относится. Ещё раз говорю, в повести этого нет. Но они какую-то вещь уловили интересную, что вот этот новый человек, он вообще-то ни от кого кроме Швондера и его компашки, ни от кого поддержки не получил. Это, ну, в какой-то мере это ответственность, конечно, и Филипп Филипповича, и доктора Бурменталя. Если уж они его сотворили, то они должны были не только его в цирк водить и там грубо с ним разговаривать. Но есть другая вещь, почему профессор Преображенский может не просто позволить себе иметь кухарку, горничную, жить в своей роскошной квартире. У него есть деньги, потому что он делает эти операции очень дорогие, ему платят. Это тоже такая нэповская ситуация вполне понятная. Но когда Швондер пытается его уплотнить, то он звонит некому Петру Петровичу, и понятно, что это какой-то большой начальник, но в фильме он вообще сделан под Сталина, и тот его спасает. То есть вообще-то он работает на сильных мира сего. Естественно, можно сказать, он врач, кто к нему приходит, тем он и помогает. Да, конечно, но это не случайно подчеркнуто, что Филипп Филиппович вполне вписан в жизнь уже новую, возникшую. Вот он утвердился, он оброс мандатами, как собака шерстью. В это время, в середине 20-х, у Булгакова интересное такое отношение к этой новой власти, которую он не должен любить, должен вообще ненавидеть, должен бояться, должен мечтать куда-то от неё деться, а он наоборот. Он вообще-то как-то примирился с ней. Та же Мария Тамарна Чудакова очень интересные вещи заметила. Как в этих работах середины 20-х годов вот таких антисоветских-антисоветских, вот таких запрещенных-запрещенных, с какой симпатией в них описываются представители власти. Бюрократия может быть ужасающей, швондер конкретный может быть жутким. А так вообще-то именно власть – это те, кто нас спасает. Чудакова пишет. В ранних московских рассказах, в «Роковых яйцах», в «Собачьем сердце», в «Зойкиной квартире», в «Песе», со вкусом, с весёлым одобрением, с любованием потенциальной силой изображается персонифицированное государственное принуждение. Ну, то есть, там, милиционер и так далее. Милиционер как воплощение у коризны в серой шинели с револьвером и свистком, как ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась маленькая изящная винтовка. Здесь очень важная мысль, как мне кажется, у Мария Тамаровны о том, что у Булгакова любование потенциальной силой. Милиционер – это сила. Пётр Петрович – это сила. Другое дело, что, скажем, уже в роковых яйцах он называет ангелами уже не милиционера, а сотрудников ГПУ. То есть, это уже совсем другое, это тайная полиция. Но они из хаоса порождают порядок. Он жил при хаосе первые годы после революции. Он больше не хочет. И ему нравится вот эта сила. Чудакова продолжает. Московские чекисты 1922-1924 годов были для Булгакова совсем иным явлением, чем те, что персонифицировали разгул кровавой чекистской анархии в Киеве 1919 года накануне прихода белых. Мало того, в Зойкиной квартире кабинет сотрудников Мура, там авторская ремарка, освещен лампой под зелёным абажуром. Зелёная лампа для Булгакова – это всегда воплощение уюта, комфорта, позитива, правильности. Он её подарил муровцам. Можно согласиться, как Чудакова находит корни вот этого отношения в биографии Булгакова, в том, что он пережил. С другой стороны, вот у меня такое ощущение, что это не только булгаковская черта. Можно вспомнить, как московская богема обожала Якова Блёмкина, чекиста, убийцу посла Мирбаха, каким мариолом он был окружён и из-за того, что он какое-то время как бы скрывался, и из-за его внешнего вида, кожаной куртки, пистолет – это всё признаки силы. Из-за того, что он показывал приговоры расстрельные, куда можно было вписать любое имя. Ну и якобы, по легенде, только один Мандельштам вырвал у него эти бумаги и разорвал. А все говорят, какая сила, какая мощь. Это всем нравилось. Это, например, я вижу у Бабеля. Даже начиная с одесских рассказов, но там сила – это бендюжники, которые могут противостоять кому угодно. И вот даже когда еврейский погром идёт, а они якобы хоронят Тартаковского, а потом из гроба вытаскивают пулемёт и дают очередь по погромщикам. Потом это переносится на солдат первой конной. И в канармии они описаны с ужасом, с одной стороны, не случайно были возмущения, но и в то же время с восторгом. Вот было это очень во многих литераторах, наверное, не только литераторах 20-х годов. Вот это преклонение перед силой, опасливое и одновременно восторженное. Когда в «Двенадцати стульях» в «Осесуале Лоханкин» такая издевательская карикатура на интеллигента не уживётся со своими соседями в «Вороньей слободке», и они его будут пороть, и он будет говорить, наверное, в этом есть, может быть, в этом есть сермяга. То есть сермяжная правда. У меня иногда ощущение, что все эти прекрасные и замечательные писатели, им так хотелось ощутить себя не какими-то там автоматическими очкариками, или еврейскими мальчиками, или слабенькими студентами, а вот ощутить себя такими крутыми. «Может быть, я возвожу на них напрасли, но это совершенно не отрицает их выдающихся талантов. Но вот Булгакову в какой-то момент представители власти, той самой власти, у которой он живёт под пятой, они ему нравятся, потому что порядок наводит, потому что не будет расстрелов бессудных, ещё как будут. Но пока ему кажется, что наступает успокоение. Булгаков работает, он уже зарабатывает деньги, у него неплохо устраивается жизнь, и вторая половина 20-х годов – это время его невероятных театральных успехов. Для Булгакова театр вообще очень много значил, он очень любил театр, и не случайно он видел театральность повсюду, вокруг, это хорошо видно в его произведениях. Особенно он любил оперу, опять же, куда беспрерывно ходил, театр в принципе это для него очень важное явление. И он пишет пьесы, он писал пьесы ещё в Владикавказе, и пьесы эти ставят, они идут с аншлагами, за них борются, туда рвутся, умоляют билетик достать, ну и он получает гонорары. Он несколько пьес пишет, которые прямо все хотят, но не все могут поставить, потому что положение Булгакова странное. Критика кроет его ужасающими понимая две вещи, что, во-первых, он явно не коммунистических взглядов писатель, а с другой стороны достаточно традиционный писатель, несмотря на всю эту фантасмагорию, он всё-таки не авангардный. На него атаки идут и со стороны скажем такого левого авангарда Маяковского, и со стороны просто таких вот твёрдых коммунистов. Поэтому, например, его пьесы не разрешают ставить в провинции. Но в Москве они идут. И в Ленинграде их пытаются тоже ставить. Он пишет Зойкину квартиру, которую ставят. Он пишет «Багровый остров», который очень с успехом идёт. Он работает над бегом и предполагается, тоже уже все хотят его поставить. И главный, конечно, его успех, и главное событие в его жизни, когда всеми любимый, обожаемый художественный театр хочет, чтобы он сделал пьесу из Белой гвардии. Он начинает её превращать в пьесу и представляет им пьесу Белая гвардия, а дальше начинаются мучительные переработки. С одной стороны, цензурные, с другой стороны, коллектив театра, там, Станиславский, прежде всего, говорят о том, что нужно это, это, это изменить. Он упирается, он не хочет. Они не хотят названия Белая гвардия. Они хотят названия перед концом. Как вы говорите, ни в коем случае такого названия не будет. В конце концов, Белая гвардия превращается в Дни Турбиных. Сюжет меняется несколько, и в конце концов, значит, в Днях Турбиных Алексей Турбин погибает, Мышлоевский, ну, практически принимает советскую власть, и в конце ещё за сценой звучит «Интернационал». Если у Булгакова в романе только движется поезд, на котором, очевидно, приближаются большевики, то здесь уже прямо вот «Интернационал». Дни Турбиных становится невероятным хитом. Там, конечно, вот весь цвет МХАТа, тогда ещё молодые, совершенно потрясающе играет. Несколько лет назад на замечательном сайте «Прожито», где публикуются дневники самых разнообразных людей, опубликовали отрывки из воспоминаний очень интересного человека. Его звали Алексей Гаврилов, и он был милиционером, который охранял художественный театр и вёл дневник. Вот этот человек, который несколько сот раз посмотрел «Синюю птицу», несколько сот раз посмотрел «Дни Турбиных», при этом видно, что ему интересно. Он не просто вот там где-то стоит, он смотрит, и он фиксирует, что происходит в зале. И у него есть удивительные записи. «Воскресенье, утром «Синяя птица», в 646-й раз. Театр переполнен. В начале четвёртого действия с одной дамой на сносях был обморок, её вытащили в контору. Вечером, дни Турбиных, в 205-й раз. Когда уже начался спектакль, приехал Максим Горький со своими обычными спутниками. Целый выводок. Во время пятой картины «Гимназия» одна девушка-еврейка ходит по коридору. Почему вы не в зрительном зале? Не могу смотреть. Я сама из Киева, всё это переживала. Во время этой картины два происшествия. Истерика с дамой в зрительном зале. Это значит, что ввиду присутствия Горького играют как следует. И результат истерика. Другое происшествие. Яров неудачно спрыгнул и повредил себе ногу. Но он не пишет про эту истерику, что это что-то исключительное. То есть там действительно падали в обморок, там люди рыдали. Была и другая реакция, конечно. Разговор в Курительной трёх военных. Один из них с двумя орденами Красного Знамени. Пьеса вредная. Надо всем театрам крикнуть «Долой, долой!» И тогда пьесу снимут. Ну, в общем, так и произойдёт в конце концов. Но пока что все в восторге, все счастливы. Эти несколько лет условного процветания, когда его признаёт литературное сообщество, когда он зарабатывает деньги, когда все рвутся на его пьесы, они на самом деле очень шаткие. Потому что пьесы только в Москве. Потому что критика его поливает. Ну, не говоря о том, что это 26-27 годы, то есть это время, когда политическая жизнь всё мрачнее и мрачнее. И Сталин всё сильнее и сильнее. Конечно, процветание – это длится недолго. В мае 26-го года к Булгакову приходят с обыском. Среди изъятых бумаг уносит рукопись собачьего сердца и уносит его дневник, которого он очень долго добивался. И только через несколько лет, благодаря заступничеству Горького он смог его получить и уничтожил. Но, к счастью, какие-то выписки остались в архиве ГПУ НКВД. Проходит некоторое время, его опять тянут на допрос, и опять. То есть, по крайней мере, три раза его таскали. И вот спрашивали, почему он не пишет про крестьян, а почему он так сатирически пишет. Но отпускали. Но это уже, конечно, признаки нехорошие. В 1927 году тучи начинают сгущаться. Собачье сердце не удается напечатать. И МХАТ, который уже хотел от него инсценировку и хотел делать пьесу, конечно же, тут же говорит, не-не-не-не, ничего не будет. Потом снимают Турбиных, потом снимают Зойкину квартиру. Только что всё было, и вот так, чик-чик-чик-чик, и всё, ничего нет. Группа литераторов, входивших в объединение Пролетарский театр, пишет письмо Сталина с вопросами. Вот они обращаются к вождю с наболевшими вопросами. По сути дела, это коллективная работа этих завистливых литераторов, которые не могут спокойно перенести успех другого человека, особенно, если он талантливее их, особенно, если он на других стоит позициях, художественных или политических. Находите ли вы своевременным в данных политических условиях, вместо того, чтобы толкать такую крупную художественную силу, как художественный театр, к революционной тематике или хотя бы к революционной трактовке классиков, всячески облегчать этому театру соскальзывание вправо, дезорганизовать идейно ту часть мхатовского молодняка, которая уже способна и хочет работать с нами. То есть, почему нас не ставят? Сбивать ее с толка, отталкивать вспять эту часть театральных специалистов, разрешая постановку такой пьесы, как «Бег» Булгакова. По единодушному отзыву художественно-политического совета глав реперткома, являющийся слабо замаскированной апологией белой героики, гораздо более явным оправданием белого движения, чем это было сделано в «Днях Турбиных». Это был один из вопросов, а другой был такой. Как расценивать фактическое наибольшее благоприятствование наиболее реакционным авторам, вроде Булгакова, добившегося постановки четырех явно антисоветских пьес в трех крупнейших театрах Москвы. Пример – «Бег», запрещенный нашей цензурой и все-таки прорвавший этот запрет, в то время как все прочие авторы, в том числе коммунисты, подчинены контролю реперткома. Товарищ Сталин выждал немножко, он же не может так сразу отвечать, а через некоторое время ответил, ну там на разные вопросы, не только про Булгакова. «Я считаю неправильным самую постановку вопроса о правых и левых в художественной литературе, а значит и в театре. Понятие «правое» или «левое» в настоящее время в нашей стране – понятие «партийное», собственно, «внутрипартийное». Ну, значит, даже неплохо, то есть не надо применять эти понятия к литературе. Например, «Бег» Булгакова, который нельзя считать проявлением ни левой, ни правой опасности. Тоже вроде ничего. А дальше. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигранщины. Стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег» в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. «Бег», конечно, вызывает симпатии к эмигрантам, заброшенным на чужбину, но вообще-то оправдание белого движения там не видно. Наоборот, там есть чувство большой вины. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему честные серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому что они сидели на шее у народа, что большевики, изгоняя вон этих честных сторонников в эксплуатации осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно. 2 февраля 1929 года был опубликован ответ Сталина и уже 6 марта главрепертком, государственный орган, который определял всю театральную политику, принял решение о снятии всех пьес Булгакова. С этого момента он оказывается отлучен от официальной литературы. Ему, конечно, говорят, вы пишите другие пьесы, но понятно, что это так общие слова. Его никто не хочет печатать, он оказывается без работы, без гонораров и ещё с клеймом какого-то непонятного человека, оправдывающего белое движение. И вот в этой совершенно отчаянной ситуации, когда он совершенно разгромлен, когда все его пьесы сняты, он подал заявление о выходе из Союза писателей, в котором он состоял. Был такой Всероссийский Союз писателей, куда входили такие достаточно традиционные писатели. Тогда ещё было много объединений литераторов. Не забудем, что это 29-й год, это первая пятилетка, это начинающаяся коллективизация, то есть вокруг Шабаш видим, и вокруг его пьес, и что делать непонятно. И в этой ситуации он начинает писать новую пьесу, что, конечно, говорит о большом мужестве. Он пытается что-то сделать, и он пишет новую пьесу, но выбирает теперь совершенно другую линию. Он начинает писать пьесу о Мольере. Это уже не Дни Турбиных, где действия происходят в Киеве во время Гражданской войны. Это не Зойкина квартира в Москве в эпоху НЭПа. Он берёт XVII век, он погружается в книги, в историю, и пишет пьесу о Мольере, которую потом назовёт Кабала-свитош. Пьесу эту он будет переделывать много раз в разных вариантах, потом из неё вырастет роман о Мольере. Но, естественно, возникает вопрос 29-й год. Всё вот это вокруг происходит. Зачем ему нужен Мольер? А Мольер ему нужен по нескольким очень важным соображениям. Во-первых, может быть, тут такое простое рассуждение, что это не политическая тема, мол, пройдёт. Хотя, скорее, для 29-го года это было бы отрицательным качеством. Ты о чём вообще пишешь? Дворец, король зачем это надо? Ну, хорошо, это о том, как обижали классика. Может быть, надеются всё-таки, что поставят и будут попытки ставить Кабала-свитош ещё при жизни Булгакова. С другой стороны, это театр, это то, что для него близко, понятно, и он пишет о театральной жизни. Но это, конечно, не главное, потому что в пьесе Кабала-свитош там разные линии, там жизнь Мольера, его отношения с его возлюбленной, много там чего разного, с актёрами другими, но в центре этого отношения Мольера с королём. А у Мольера были интересные отношения с королём. Я когда-то про это говорила в лекции про Людовика XIV и про Мольера. Ясно, что Мольер полностью зависит от Людовика XIV. Его театр потому вообще и живёт, потому-то их и не выставили, что король засмеялся, когда смотрел первый раз игру Мольера. Причём король Мольера действительно поддерживал. Это известно, например, когда была написана пьеса Тартюф и было огромное противостояние со стороны церковных кругов. Причём Тартюф же сначала был священником, а потом уже в более позднем варианте он будет сделан таким светским человеком, но ханжой. Людовик XIV хотел, чтобы эта пьеса вышла. Он потом уступил давлению, мать очень была против. А потом через некоторое время король снова разрешил эту пьесу. И Булгаков исследует этот вариант. У Мольера какие-то мерзкие враги, которые хотят его погубить. Завистники, ретрограды. А король его поддерживает. Знаменитая сцена, когда король приглашает Мольера, а Мольер действительно занимал очень выгодное и почётное место королевского лакея. Король садится ужинать и зовёт Мольера и предлагает ему сесть. И Мольер говорит, я не могу. Король настаивает. Он, естественно, садится. Потрясающе поставлено и потрясающе сыграно в телевизионном спектакле Анатолия Эфроса всего несколько слов в защиту господина де Мольера, где Мольера играл Юрий Петрович Любимов. И король ведёт с ним беседу, а придворные, конечно, в ужасе вокруг смотрят. И Мольер говорит, ваше величество, никто с вами никогда не ужинал. Что скажет Франция? А на сегодняшний 14-й ему говорит, Франция перед вами в кресле. Она ест цыплёнка и не беспокоится. Ну, государство – это я. То есть я её решаю. Вообще, эта история с курицей действительно была. Она зафиксирована. То, что разные там придворные возмущались, почему это Мольер получил такую выгодную должность. И тогда король для того, чтобы дать им урок, посадил его, и они ужинали. Он сказал, вот мы с господином Мольером ужинаем. И тогда все остальные люди, другие лакеи и так далее, перестали завидовать Мольеру. Или, во всяком случае, заткнулись. Наверное, продолжали завидовать. И вот когда Эфрос в 70-е годы это ставит, то там очень понятна идея невероятного унижения Мольера. Особенно из-за того, что Мольера играет великий режиссёр Юрий Любимов, а Эфрос тоже с огромным трудом пробил Любимова на эту роль. Вот он сидит на краешке стула и трепещет. Насколько это унизительно. Вопрос, вкладывал ли эту мысль Булгаков. Может быть, и да. Но с другой стороны, тут появляется другая тема, которая очень много раз ещё будет повторяться. То есть, вот это вот окружение короля, может быть, совсем близкое или пониже. Это подлецы, это доносчики, это шпионы. Но сам государь, он поймёт творца и поддержит его. Как раз в то время, когда он работает над этой пьесой и думает о том, вот как могут быть выстроены отношения между режиссёром, драматургом, актёром, писателем и властью. 28 марта 30-го года он пишет письмо советскому правительству. Но точно так же, как Людовик XIV может сказать, что вот Франция сидит и ест курицу, было понятно, что советское правительство это товарищ Сталин. То есть, он практически пишет письмо Сталину. Прямо так он не решается сделать, хотя у него бывали и такие попытки. И он пишет ужасающий, отчаянный текст. Я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет сочинить коммунистическую пьесу, а кроме того, обратиться к правительству с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов. Цель – спастись от гонения нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо. Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым. Он говорит о том, какой им подвергается травле и приводит, конечно, совершенно ужасающие цитаты. Произведя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них похвальных было три, враждебно-ругательных 298. Героя моей пьесы Дни Турбиных Алексея Турбина печатно в стихах называли сукиным сыном. Обо мне писали, как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Писали так. Мишка Булгаков, кум мой, тоже извинить за выражение писателя, в залежалом мусоре шарит. Что это, спрашиваю братишечка Мурло у тебя? Я человек деликатный, возьми, да и хрясни его тазом по затылку. Обывателю мы без Турбиных вроде как бюстгальтер собаки без нужды. Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтобы ему ни сборов, ни успеха. Он пишет о том, что его обвиняют в том, что он написал Пасквиль на революцию, и он это отрицает. Пасквиль на революцию вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Дальше он пишет о том, что он сатирик, и поэтому он сатирически изображает действительность, что он любит российскую интеллигенцию, поэтому пишет о ней с любовью. Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, прошу об одном – за пределами его не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно. Ныне я уничтожен. Уничтожение – это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. И дальше он просит или же разрешить ему с женой выехать за границу, или он просит командировать его на какую-то работу, потому что иначе его никуда не возьмут, или сделать его режиссером, или актером, или статистом, хоть кем-то в театре, потому что иначе он погибнет. Письмо было отправлено 28 марта. Сталин, опять же, выждал почти месяц. За этот месяц произошло важное событие, застрелился Маяковский. И не исключено, что это как-то повлияло на Сталина, потому что он не хотел своих писателей доводить до самоубийства. Ну, и не всегда этого хотел. А может быть, будет совпадение. Но, во всяком случае, 17 апреля хоронят Маяковского, и Булгаков, хотя Маяковский очень его не любил, и у Булгакова сложные очень были отношения с Маяковским, но он, конечно, приходит на похороны. А 18 апреля ему звонят и говорят, что сейчас с ним будет говорить товарищ Сталин. То, что сказал Сталин, мы знаем только в изложении Булгакова, который прибежал к своей возлюбленной. Булгаков незадолго до этого переженился и оставил первую жену, женился на другой женщине. К этому моменту он уже повстречал Елену Сергеевну Шиловскую, жену крупного военного. У них возникло очень сильное чувство, но она пока ещё живёт с своим мужем. И вот Булгаков прибегает к Шиловским и рассказывает этот разговор, и Елена Сергеевна записывает в дневнике. Булгаков, конечно, был совершенно невменяем, поэтому он мог что-то спутать, но в целом, очевидно, он передал всё вполне адекватно. Сталин сказал ему, вы проситесь за границу, что, мы вам очень надоели? И вот здесь тоже такой поворотный момент. Вот что было бы, если бы Булгаков сказал, да, я хочу за границу? Это означало бы арест или это означало бы высылку? Через год Замятин, который куда более антисоветскую книгу мы написал, получил разрешение уехать. Булгаков говорит, я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, что не может. Вы правы, говорит Сталин, я тоже так думаю. Булгаков чувствует, как на его глазах осуществляется вот этот вариант отношений Мольера Людовика. И Сталин еще ему говорит, нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. Да, да, Иосиф Иосиф Иосифович, мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. Сталин пообещал с ним встретиться и поговорить. И Булгаков окрылен, и этим больше всего. Но дальше он в следующие годы несколько раз в отчаянии будет писать еще письма Сталину, и ни на одно не будет ответа. Чудакова очень точно отмечает, Булгаков как бы резко поднялся на иерархической лестнице советского литературно-общественного быта. Но лестница особой, так сказать, не парадной. Его возвышение оставалось полулегальным. Оно никогда не было подкреплено никакими легализирующими ситуацию действиями власти. Булгаков в письме к Вересаеву назвал Сталина источником подлинной силы. Вот опять слово сила появляется. Он хочет к ней прорваться. И эта сила, кажется, ему помогает. Она снизошла к нему. И действительно, 18 апреля позвонил Сталин. Уже 19 апреля Булгакова зачисляют во МХАТ ассистентом режиссера. И ему поручают делать инсценировку мертвых душ. Дальше в течение нескольких лет происходит ужасающее мытарство. Душу просто рвут на клочья, клещами растаскивают. Потому что он всё время то надеется, то приходит в полное отчаяние. В 1932 году возобновили Дни Трубяных на какое-то время. И снова это идёт с аншлагами. И Сталин несколько раз приезжает на спектакль. Одновременно с этим. Но все его инсценировки там тоже в МХАТе корёжат и отвергают, и требуют переделывать это и то. Одновременно он пишет ещё пьесы и то его поманят. В одном театре, скажем, в БДТ хотят ставить и во МХАТе вроде что-то хотят ставить. И ничего в результате не получается. Адам и Ева пишут не ставят. Надеются на старые пьесы восстановить не ставят. Ставят пьесу, ну, Кабалу-Свитош, который теперь называется Мольер, и разгромная статья в правде под названием «Внешний блеск и фальшивое содержание». Ну, разгром в правде это всё, конец. Естественно, тут же снимают пьесу, а Яншин, игравший в пьесе и бывший вообще в хороших отношениях с Булгаковым, в газете «Советское искусство», ну, вряд ли по своей инициативе, помещает статью «Поучительная неудача». Ну, это такая самокритика тоже полезная. Вот мхатовцы сами осуждают, что он такую плохую пьесу поставит. То есть он куда ни тыкается, что он не предлагает, это можно очень долго перечислять. Начали репетировать, перестали. Требует переделать, он не хочет. Требует переделать, он переделывает, всё равно не ставит. Начали уже даже играть, снимают. Вот это вот беспрерывно. То есть он вроде бы как у него, как это есть положение теперь, но всё равно его нет. В 1934 году проходит первый съезд писателей и Булгакова, человека среди своих уважаемого его не зовут на съезд, он даже не получает гостевой билет. И его один из знакомых спрашивает, а что вы на съезд не ходите, Михаил Афанасьевич? Он говорит, я боюсь толпы. То есть он оказывается на обочине по-прежнему. Во Мхате там у него ужасающе складываются отношения с администрацией прежде всего. И тут ещё он вспоминает о своей любви к опере, и ему заказывают либретто, который он пытается писать, и в 1936 году ему предлагают перейти в Большой театр. Что он и делает? Он переходит в Большой театр, и вроде бы надежда, что там-то будет по-другому, но уж либретто оперы, подумаешь, и тоже там то одно, то другое, то переделывают, то не ставят по его либретто. В общем, всё время всё очень плохо. В 1936 году он при гостях говорил, один из гостей был доносчиком, и об этом сообщил. Мне все говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них. Ещё с 1929-30 годов мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Но при этом он продолжает внутренне сопротивляться, он продолжает работать. Он пишет пьесы, он пишет либретто, ну и, конечно, самое главное, что происходит в это время, он пишет свой главный роман. Первые подступы к «Мастеру и Маргарите», где не было ни мастера, ни Маргариты, и называться этот роман должен был не то «Консультант с копытом», не то «Копыто инженера», ну, в общем, разные там были варианты, он начинает всё в том же страшном 1929 году. И потом в письме к советскому правительству он скажет, что я бросил в огонь рукопись романа о дьяволе, то, что отразится и в «Мастере», когда «Мастер» сжигает свой роман. Но вот интересно, что «Мастер» пишет роман о Понтии Пилате, а Булгаков считает, что он пишет роман о дьяволе. В первых набросках вот этой всей любовной линии совершенно нет, но уже есть Воланд, приехавший в Москву, и есть будущий Берлиоз, там у него разные тоже имена, есть Иванушка, то есть вот эта линия приезжает дьявол и встречается с московскими литераторами. Ночью в 1929 году он позвонил Елене Сергеевне, с которой у него уже был роман, сказал, выйдите на крыльцо, она вышла, он там стоял, повёл её на патриарше, показал ей скамейку и сказал, здесь они увидели его в первый раз. Имеется в виду Воланда, конечно. Но вот этих первых набросков кое-что осталось, к славу Богу, и в потрясающей работе Мария Тамаровна Чудаковой в обзоре архива Булгакова, которая была напечатана в записках отдела рукописи Ленинской библиотеки, там невероятно сочные, красивые, смачные куски этих сохранившихся черновиков напечатаны. Но, увы, наступает 1930-й год, и Булгаков, может быть, он боится обыска, может быть, он просто в отчаянии, но он сжигает этот первый вариант. 1932-й год он снова работает. И вот здесь появляется Маргарита, и это понятно, потому что у него уже есть его Маргарита, он уже женат после долгих трагических перипетий, когда муж Елены Сергеевны потребовал, чтобы она не встречалась с Булгаковым, потом роман возобновился, она попросила мужа, чтобы он её отпустил, и он согласился. Вот после всех этих сложных, тяжёлых историй у него уже есть его Маргарита, и он работает. Появляется Маргарита, и у неё есть возлюбленный, которого не зовут ещё мастер. Его сначала в черновиках зовут поэт, потом его зовут Фауст, потому что Фауст любил Маргариту и у Гёте, и в опере, потом он становится мастер. И постепенно он начинает работать над этим соединением разных совершенно слоёв, слой московский, вот Воланд, литератор, и то, что здесь происходит, слой, иршелоимский, то, что происходит там, любовная история, всё это должно постепенно как-то быть объединено. Он проделывает огромную совершенно работу. Я очень хорошо помню, чуть сегодня, много я предаюсь воспоминаниям сегодня, но у меня много чего связано в жизни с Булгаковым, с мастером Маргаритой. В 1978 году музыковед Игорь Белза напечатал работу, которая называется «Генеалогия мастера и Маргариты». Я помню, как мы все этот сборник «Контекст» передавали друг другу, читали, листали. И там описывается количество самых разных источников исторических, литературных, там, XIX века, XVIII, средневековых, которые были использованы Булгакова. После Белза появилось еще много таких исследований. Сегодня понятно, что этот текст – это использование огромного, гигантского культурного слоя, даже не одного, а множества слоев. И для Булгакова это, конечно, очень важная вещь. Тогда это было просто откровение. И вот Булгаков, замученный, загнанный в угол, раздерганными нервами, он проводит мощные совершенно исследования, еще без интернета, как он все это прочитал, и пишет своего мастера. И, конечно, вот здесь возникают очень большие вопросы. Я в последнее время читаю оффлайн-лекции на тему, нахально выбранную тему о добре и зле, победит ли добро зло. И очень часто после лекции мне задают вопрос, а может быть, добро не может существовать без зла? И очень часто этот вопрос сопровождается цитатой из Булгакова. Говорит, вот как Воланд говорит Левию Матфею, где бы было твое добро, если бы не мое зло. Спектакль у любимого заканчивался тем, что актер Трофимов, игравший Ешева, и Смехов, игравший Воланда, они стояли у этого занавеса и так слегка покачивали его в разные стороны. Вот тоже такое единство добра и зла. Но это очень непростой вопрос, конечно. У Булгаков сразу знаменитая цитата из Гёте, из его любимого Фауста, с которой начинается роман, эпиграф. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Уже сразу заявлено, что здесь вот с добром и злом как-то не всё так просто. Помимо решения вот этого вопроса, всё-таки в центре романа находится Воланд, благодаря которому мастер спасается. И разные люди относятся к этому по-разному. Действительно, есть очень большая такая христианская критика, что, мол, ты что делаешь? Ты почему дьявола в центр поставь? Ну, это мне непонятно, но хорошо. Религиозные люди так считают. Ладно. Есть другая вещь. Воланд – это воплощение силы. Какой не есть, да, тёмной может быть, но это воплощение силы. Вот это вот та сила, которой Булгаков восхищался когда-то в милиционерах. А потом он увидел её в Сталине. В романе показана та же схема, которая, скажем, впервые зародилась, наверное, в Кабале Святош. То есть есть владыка, который, конечно, пользуется услугами разной дряни, но он-то выше этого. Вот есть Пилат, у него есть тайная полиция, у него есть Афрани. Но Пилат, да, он совершает ужасную вещь, он отправляет Ешуа, на казнь, но при этом он хочет разделаться с Иудой, потому что доносчик – это самый ужасный человек. Точно так же, как на балу у Воланда, где уж такие собираются страшные люди, отравители, убийцы, кого там только нет. А вот барона Майгеля, доносчика, Воланд губит, потому что этого быть не должно. Есть очень много рассуждений о том, что Воланд – это вот просто Сталин. Но Дмитрий Львович Быков считает, что роман был написан вообще только для того, чтобы его прочёл Сталин. Якобы Булгаков писал этот роман в таком стиле, достаточно простом, чтобы Сталину это было понятно и на него рассчитывал. Мне кажется, очень странная эта идея, но то, что Булгаков держал в голове Сталина, или вот как пишет Чудакова, что неважно, как Булгаков понимал своего Воланда, когда он в конце 30-х читает своим друзьям мастера и все немеют от ужаса, то понятно, почему. Потому что любое лицо, облечённое вот такой вот абсолютной силой, ассоциируется со Сталином. И здесь получается, что с ним ассоциируется дьяволом. Поэтому мне что-то кажется немножко странным, чтобы Булгаков хотел так вот польстить Сталину, сказать, что а вы у нас Иосиф Виссарионович вылитый дьявол. Но не знаю. Надо сказать, конечно, такую вещь, что Булгаков в течение 30-х годов работает на соединении этих разных, очень сложных, разнообразных мотивов. Пилат, Ешуа, литераторы, Стёпа Лиходеев, мастер, Маргарита, сколько тут всего. Да, вся эта компания Воланда. Но, начиная с 37-го года, а в 37-м он очень много работает над мастером. Здесь резко усиливается тема возмездия. 37-й год ужасающая кровавая баня, жуткая партийная чистка, аресты, казни, процессы над партийными лидерами, бывшими партийными лидерами. Но параллельно с этим это же ударило далеко не только по партийному аппарату или по членам ЦК. В частности, происходит множество арестов писателей, среди которых были люди и очень талантливые, и вообще ни в чём не замешанные. А было очень много людей, скажем так, из писательской верхушки. Тех, кто были на виду в то время, те, кто были одновременно крупными партийными работниками, те, кто воплощали официальную линию, и те, кто преследовали Булгакова. Елена Сергеевна, которая действительно как Баргарита готова была растерзать любого обидчика мастера, ведёт дневник, и в 37-м году практически каждый день приходит сообщение о том, что кто-то арестован, кто-то снят с работы и потом арестован, кто-то исчезает, и они не знают, что с ним происходит. Сегодня мы знаем, что эти люди были расстреляны, а о ком-то сообщают официально, что он казнён, потому что это какой-нибудь большой человек. Анна Сергеевна всё это записывает, и вот когда всё это выстраивается в такую последовательную кровавую ленту этого арестования, этого, 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 это, естественно, очень страшно, но при этом она злорадствует, при этом она рада тому, что погибают те, кто травили мастера, кто травили Булгакова. Она пишет, я счастлива, что получил возмездие, это гнусная гадина Литовский, но Литовский тот-то будет латунским в романе. Он написал подхалимскую статью, восхваляющую спектакль, спектакль, который снят. В 37-м году снят, арестован и погибнет Генрих Ягода, нарком внутренних дел. Она пишет, отрадно думать, что есть немезида, то есть отмщение, и для таких людей. Булгаков писал письма Ягоде еще в 20-е годы, когда пытался добиться возвращения дневников, тот не отреагировал. Вот теперь немезида. Дальше арестован Штеггер, человек, ходивший к ним в дом, осведомитель сам, очевидно, прототип подказбарона Майгеля. Дальше арестовывают очень известного в тот момент драматурга Кершона, который тоже будет казнен, травившего Булгакова. Неужели пришла немезида и для Кершона? Так и хочется вспомнить о том, что Маргарита стала ведьмой от горя и бедствий. У Мариата Чудаковой есть версия, с которой согласны, правда, далеко не все специалисты по Булгакову, о том, что Елена Сергеевна сама была осведомительницей НКВД, но вынужденной, как и многие другие. И что делала она это, конечно, для того, чтобы спасти своего мужа. То есть доносила о чем-то, что говорилось в их доме, или там, когда они ходили в американское посольство, они много туда ходили, и таким образом обеспечивала безопасность Булгакова. Мы не знаем, так это или нет, когда-нибудь откроются архивы НКВД, и, может быть, мы узнаем ответ на этот вопрос. Но то, что она была на многое готова, это безусловно. И то, что она ликует, видя вот это вот отмщение, как ей представляется, это так. Булгаков вообще в ужасном состоянии в 37-м году. И он, похоже, вот таких прям ликующих чувств не испытывает. Творится кровавое месиво, потому что не просто же люди исчезают, как это в романе, а происходит собрание, заседание, разоблачение, покаяние, друзья предают друзей, жёны отрекаются от мужей, мужья от жён. То есть творится ужас. Но он видит, что все практически, кто его преследовали, кто над ним издевались, кто над ним глумился, они все в той или иной мере терпят наказание. Кого-то просто сняли, кого-то арестовали, кто-то исчез, и больше его нет. И вот это переносится в роман тоже. И, в общем, я понимаю вот это вот желание затравленного человека, чтобы кто-то пришёл и разгромил, и всем этим сволочам показал. Конечно, вопросы моральные возникают. И Булгаков, наверное, и сам это понимал. Не нам судить тех, кто так или иначе поступал в 30-е годы, тех, кто был вынужден стать доносчиком, или тех, кто давал показания под пытками, много всего другого. И те чувства, которые испытывали и Михаил Фанасьевич, и Ирина Сергеевна, это чувства этих людей, доведённых до отчаяния. Мария Тамаровна комментирует эту ситуацию следующим образом. Главным чувством тогда, в 30-е годы, был страх. И этот страх смертельный в точном смысле слова был такой силы, что искажал человеческие поступки. И не только поступки, но и человеческие отношения. Практически этими сложнейшими переживаниями проникнут, пронизан роман «Мастер и Маргарита». Они отчасти закамуфлированы гротескной формой. И, наверное, она права. И, конечно, вот эта кровавая ситуация 30-х годов повлияла на Булгакова и отразилась в романе. Другое дело, что мы, конечно, не должны считать, что это буквальное перенесение, но, безусловно, она повлияла. Но, наверное, можно на эту ситуацию посмотреть, скажем так, шире. И дело не только в том, что вот затравленный Булгаков хочет, чтобы ну хотя бы дьявол мне помог и со всеми с ними разобрался. Вот это его преклонение перед силой, которая может ему помочь, перед силой милиционера, Сталина, перед какой-либо силой, оно было уже довольно давно. Евгений Яблоков, специалист по Булгакову, пишет следующее про мастера Маргариту. В булгаковском художественном мире устойчива идея амбивалентности, ну то есть двойственности, потусторонних сил, диффузия божеского и дьявольского начала. И он это усматривает, вот это смешение, скажем так, далеко не только в мастере. Он обращает внимание совершенно резонно, что, скажем, в пьесе «Бег» несчастная, чистая, прекрасная Серафима спасена от гибели генералом Хлуновым, жестоким, совершившим много преступлений, таким, в общем, дьявольским персонажем. Но он её охраняет, он её спасает до того момента, пока она не соединяется со своим любимым. И в какой-то мере это же выполняет Воланд эту же роль, который спасает Маргариту, спасает мастера и даёт им возможность воссоединиться. Вот эта расплывчатость добра и зла существует для Булгакова задолго до того, как в рукописи мастера и Маргариты появился эпиграф из Гёте. Тот же Яблоков пишет о Белой Гвардии, которая написана ещё в 20-е годы. Утрируя тему хаоса, а хаос Белой Гвардии поразительно показан, образы метели, смуты, Бурана, утрируя тему хаоса, восходящую к капитанской дочке, к бесам Пушкина и Достоевского, Булгаков выстраивает ситуацию абсолютного этического кризиса, когда никакой поступок и никакая жизненная позиция не могут быть морально неуязвимыми. Незыблемость нравственных принципов становится непозволительной роскошью. Можно возмущаться Булгаковым или говорить о бедняга, или говорить, что такое было время. Тут могут быть разные реакции. Но то, что в ситуации трагического надлома эпох, в которой он жил, у него стали разбиваться эти представления твёрдые, добре и зле, это, мне кажется, обосновано уже довольно большим количеством специалистов. При этом, скажем, сам Булгаков сохранился кусочек к его допросам в ГПУ. Он отвечает на все вопросы, а потом ему говорят, укажите фамилии тех, кто бывает в кружке «Зелёная лампа». Он говорит, я не могу этого сделать по этическим соображениям. То есть, он вообще-то для себя, он в быту выстраивает это добро и зло. Это, правда, не мешало ему, скажем, принимать в гостях тех людей, про которых он точно знал, что они осведомители, что они шпионы, что они стучат, что они доносят. Но здесь как раз вот мы попадаем в такую общую атмосферу, ну, когда ни в одной компании никто не мог быть уверен, что, может быть, этот доносчик, этот доносчик, этот. Это было везде, и все-всех подозревали. А Булгаков, если верить усмотрениям Елены Сергеевны, даже прям радовался этому, ну, в какой-то мере, во всяком случае. Когда к ним в дом ходил человек, который звали Мануил Жуховецкий, про которого было понятно, что он стукает, что он доносит все, что они говорят. Булгаков приглашал его, а потом там, скажем, две-три недели его нет, и ему становилось скучно. Он говорил жене, послушай, позови-ка этого подлеца. Вот возникает вопрос, зачем звать подлеца, про которого ты знаешь, что он подлец. Есть версия, что он таким образом хотел, опять же, вот властям транслировать какие-то свои мысли. Есть версия, что ему нравилось изучать вот такого подпольного человека и тьму. Может быть, и то, и то. Всяком случае, ему это было интересно. Есть совершенно замечательная, невероятно интересная работа филолога, лингвиста Бориса Гаспарова о «Мастере Маргарите». Там какой-то удивительный такой, по своей тонкости, анализ деталей. Она называется «Из наблюдений над мотивной структурой «Мастера и Маргариты». Такое какое-то громоздкое, научное название. Ну, удивительно. Совершенно распутывает этот клубок разных мотивов, показывает, как там переплетаются, как сквозь один образ прорастает другой, как возникают параллели между «Мастером» и Ешо, между «Иваном Бездомным» и Ешо, еще и между «Иванушкой» и «Иванушкой-дурачком», с другой стороны. Много-много-много-много всего другого. Как Берлиоз-литератор, а за ним, естественно, прорастает Берлиоз-композитор, как появляется ассоциация с Грибоедовым, с Фаустовым, много-много еще с кем другим. Но для меня самая интересная такая вещь. Вот анализируя культурные пласты, эти переплетающиеся мотивы, Гаспаров пишет о том, что это роман-миф, что это роман, в котором берется всем известная евангельская история и как бы она рассказывается, но она рассказывается не так, как она изложена в Евангелии, то есть творится какой-то новый миф, и при этом как бы вот показ на самом-то деле было так. И он проводит параллели с одним из любимейших моих романов, с романом Томаса Мана и Иосифа и его братья, где тоже все построено на использовании библейских сюжетов, но тоже Томас Ман как бы рассказывает библейскую историю, но рассказывает ее совершенно по-другому. И Томас Ман однажды написал о том, как машинистка, которая перепечатывала роман, сказала, как же было интересно наконец узнать, как было на самом деле. Он с восторгом приводил ее слова. И здесь тоже получается, что вроде бы как Волан рассказывает то, что было на самом деле, хотя тут неясно, как было на самом деле, потому что мы знаем, что Леви Матвей, например, все записал неправильно, как Ешуа сам говорит. Дальше у Гаспарова очень интересное тоже рассуждение. Он долго анализирует то, что он называет недискретностью и пластичностью образов. То есть то, как один образ переходит в другой, как культурные ассоциации вылезают, как они сливаются друг с другом. А дальше он пишет. Недискретность и пластичность объектов повествования тесно связаны с такой же недискретностью и пластичностью их оценки. Добро и зло, грандиозное и ничтожное, высокое и низкое, пафос и насмешка оказываются неотделимы друг от друга. Одни состояния переливаются в другие, перераспределяются в самых различных сочетаниях, так же, как и сам мир, о котором повествуется. И, конечно, он тоже ссылается на цитату из Фауста, предваряющую роман. И это очень точное, очень глубокое, очень интересное замечание. Но при этом, как мне кажется, очень обоснованное сравнение с Иосифом и его братьями, но Томас Ман принципиально использует миф, и он об этом писал потом отдельно, и это видно в книге, он использует миф для утверждения некоторых гуманистических идеалов. Вот у Томаса Мана, который тоже жил вообще-то в непростое время, и ему пришлось сбежать от фашистов, и он как раз писал о том, что он хотел миф вырвать у фашистов и написать свой миф. Но вот у него, как мне кажется, с добром и злом всё очень чётко. Он знает, что есть добро и знает, что есть зло. Роман очень сложный, там, конечно, тоже простые герои, всё очень запутанно, и Иосиф, которым вроде бы как благословение Божье ведёт себя далеко не всегда так, как нам бы понравилось. Но при этом, вот я там вижу какое-то чёткое разделение, которого у Булгакова нет. И я сейчас прямо представляю себе, какое количество любителей Булгакова на меня обидится, чего мне совершенно не хочется, и с волнением думаю о том, как один из моих друзей, который обожает Булгакова, слушает меня и уже готов меня возражать. А может быть, и не один, а может быть, и многие. Но я не хочу осуждать Булгакова. Человека, который прошёл через такие испытания и жил в такое страшное время, осуждать не имеет смысла совершенно. Но я констатирую то, что мне кажется фактом, что нравственная основа здесь размыта. Здесь есть вот это преклонение перед силой, как я уже сказала, характерное не только для Булгакова, но у Булгакова оно замечательно, гениально, поразительно выражено. Пройдя через эти ужасы 1937 года, ну, слава богу, не в тюрьме, но пережив весь этот дикий психологический стресс, Булгаков, в общем, продолжает верить в то, что сила, которая над ним, что она может его спасти. И очень такая характерная вещь, что с одной стороны в эти последние годы своей жизни он среди многочисленных либретто, которые он пытается писать, он пишет либретто для Дон Кихота. И Дон Кихот вообще для него очень важная книга и важный персонаж. И, наверное, может быть, он в какой-то мере себя сопоставляет, ну, не знаю, это я уже фантазирую, а с другой стороны он задумывает пьесу о Сталине. Он, конечно, в 30-е годы кидался куда угодно для того, чтобы что-то придумать, найти выход. Он вдруг, вот когда объявили конкурс на учебник истории СССР, он решил, что будет писать учебник. То есть абсолютно такой провальный вариант, и, естественно, он его не написал. Ну, то есть вот за всё схватится утопающий, хватается за соломинку. И поэтому он пишет несколько писем Сталину, и поэтому он ищет выхода. И ему кажется, что если он напишет пьесу о Сталине, то вот тут-то тот его услышит. И вот тут, наконец, реализуются эти отношения с высшей силой, которые ему нужны. Он пишет пьесу Батум о молодом Сталине, совершенно не понимая, что Сталин абсолютно не хочет, чтобы копались в его молодости, где было много такого, что он хотел бы скрыть. А с другой стороны, вообще, вот мы говорили об этом в лекции о Сталине, он старался, чтобы о нём поменьше писали. Он лепил свой образ такого недоступного, великого вождя, некого высшего существа. И вот так вот просто взять и заниматься биографией товарища Сталина не надо. А Булгаков пишет пьесу, естественно, рассчитывая на какие-то перемены, опять в очередной раз, рассчитывая на перемены в своей жизни. Эти перемены не произошли после того, как он поговорил со Сталином. Они не произошли после того, как его взяли снова во МХАТ. Они не произошли, когда были уничтожены эти все его враги, и к нему прибегали друзья и говорят, ну, теперь-то, твоя жизнь переменится. А ничего не меняется, и его всё равно не печатают, и его пьесы всё равно не идут. Но он пишет эту пьесу, и МХАТ даже уже начинает её ставить. Летом 1939 года МХАТ выезжает в Грузию, чтобы там уже показать пьесу о Сталине. И Булгаков с Еленой Сергеевной выезжают тоже, чтобы дальше работать с текстом, с постановкой, и они полной надежд садятся в поезд, и их уже в поезде догоняет телеграмма, в которой им сообщают, что их присутствие там ненужное, они возвращаются в полном отчаянии, убитые, возвращаются обратно. Это будет последний удар. После этого Булгаковы резко становятся хуже. Наследственная болезнь, от которой умер его отец, обостряется. Очень быстро его здоровье ухудшается всё больше и больше. Вскоре он уже лежит, он практически ничего не видит, хотя он из последних сил всё ещё вносит поправки в рукопись мастера. Мы знаем, что там есть некоторые несостыковки, которые он не успел вычистить. Но он продолжает и продолжает вносить поправки. Друзья приходят к нему, уже все понимают, что приходят прощаться. И вот очень тоже как-то на меня произвело впечатление, такое размышление Чудаковой, о том, что мы никогда не узнаем, о чём говорили Пастернак и Булгаков. Пастернак пришёл его навестить, и три часа сидел у его кровати, и они о чём-то разговаривали. Дорого бы дали историки литературы, и, наверное, не только они, чтобы узнать, о чём эти два человека говорили. Но это уже они унесли с собой. При этом Булгаков в панике. Время от времени у него просто приступы страха. Он умоляет Елену Сергеевну унести рукопись и спрятать её. И он настолько запуган, она на его глазах собирает рукопись, выносит из дома, ну, и говорит ему, что она спрятала. Но на самом деле рукопись остаётся тут, куда ей её нести. Другая вещь, ему всё время кажется, что сейчас за ним придут. И он снимает одежду, он хочет лежать раздетым в постели, потому что ему кажется, что вот если придут, а он голый в постели, то его не тронут. Пришли бы, заставили одеться, как миленького. Но это просто проявление вот этого жуткого страха и отчаяния, которые сжигают его последние месяцы его жизни, а может быть, не только месяцы. Борис Гаспаров в своей работе рассуждает, как и многие другие, о том, что же происходит с мастером в финале. Воланд спрашивает Левия Матфея, а почему вы не заберёте его в свой свет? И тот произносит знаменитую фразу, он не заслужил свет, он заслужил покой. В рай мастер попасть не может, он заслужил покой. То, о чём Булгаков мечтал в течение нескольких десятилетий. Но зато другая вещь. Мастер, оказывается, обладает возможностью простить Пилата. Мастер, как такой, очевидно, из ипостасей Христа, он прощает Пилата и освобождает его, тот тоже заслужил покой. Гаспаров пишет, чувство вины, ответственности за какие-то критические моменты собственной жизни постоянно мучило Булгакова, послужило важным импульсом в его творчестве и нашло выражение в целом ряде его произведений. Этот автобиографический мотив многими нитями ведет к Пилату. Тут и страх, и гнев бессилия, и еврейская тема, и проносящаяся конница, и, наконец, мучающие сны, и надежда на конечное прощение, на желанный и радостный сон, в котором мучающее прошлое окажется зачеркнуто, все прощено и забыто. Параллельно с мотивом личной вины складывается другой мотив, который также тянется от произведения к произведению, неуклонно нарастает. Этот мотив – ответственность и вина творческой личности, художника, ученого, который идет на компромисс с обществом, с властью, уходит от проблемы морального выбора, искусственно изолирует себя от обступающих извне проблем, чтобы получить возможность работать, реализовать свой творческий потенциал. То есть, подобно Фаусту, вступает в сделку с сатаной в обмен на творческую реализацию и связанной с ней бессмертие. Чувство личной вины за какие-то конкретные поступки, растворившись в творчестве, заменилось более общим чувством вины художника, совершившего сделку с сатаной. Этот сдвиг в сознании писателя наглядно выявляется в романе, в том, что именно мастер отпускает Пилата, объявляет его свободным, а сам остается в вечном приюте. Пилат уступает место мастеру. Вина последнего менее осязательна и конкретна. Она не мучает, не подступает постоянно навязчивыми с нами, но эта вина более общая и необратимая, вечная. Конечно, это одно из объяснений, возможно, много других, но мне оно кажется очень убедительным, почему мастер не заслужил свет, но всё-таки заслужил покой. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на Ютьюбе, нашим патронам на Патреоне и тем, кто нас поддерживает на платформе Бусти. Надеюсь, что вы не забыли поставить лайк, сделать репост, а если забыли, пожалуйста, сделайте это сейчас. Ну и, конечно, как вы относитесь к Михаилу Фанасьевичу, какие у вас любимые его произведения, что вы о нём думаете. Жду ваших комментариев. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!